мы сегодня еще один пазл посмотрим смотрите пазлов до много для одной картины но мы рассмотрим только один пазл сегодня к нашей теме юбилейного года скажем юбилейный год и само послание и тема это больше как сама рамка картины которая может в себя вместить уже различные моменты которые сопровождают юбилейный год и нам нужно увидеть что происходит на самом деле как бы в эту картину в эту рамку юбилейного года можно как бы сказать юбилейный год и это да она скажем отображает и будет отображать ближайшие месяцы того то что будет происходить и того что происходило и того что происходит но есть также определенные пазлы которые мы можем смотреть и более детально более под микроскопом приближать и смотреть на события которые нельзя не заметить которые нельзя на которые не обратить внимание и мы как пророческие люди можем смотреть читать бога и называть и облекать все словами то что бог показывает говорит делает вещает на планете земля но и в других измерениях скажем сегодня еще один пазл пожуем конечно мы все эти месяца и как бы до этого до разговаривали говорили об определенных моментах которые мы живем и которые происходят и люди которые до в теме были они также понимали видели многие моменты которые бог заранее давал говорить заранее показывал заранее вскрывал открывал и как бы мы до этого до читали но сейчас можно этот обобщить один из пазлов и облекать его словами вот вот эта картина она приехала из юар эта картина она будет стоять на заставке этой темы мы выложим эту тему и я думаю что она она должна стоять на заставке так как она была высвобождена в юар в пророческом сонме дмитрия криковского именно она вот эта картина она присутствовала в том месте где открылось и небо и стали видны 15 ступеней это вот наша тема юбилейного года которые мы до этого говорили и была видна небесная скиния небесный храм где происходило одно из таинств когда бог говорил о юбилейном году о священстве о том что народы поднимутся в священство а для того чтобы кстати они поднялись его священство нужно чтобы они вышли из всего что их удерживало как бы вот сейчас приходит такая мысль как мог народ оставлять все подниматься по ступеням во священство если народу этого был чем-то занят то есть смотрите юбилейный год он помогает оставить прежние сферы ситуации этот пазл который мы будем рассматривать именно его оставить и выйти для того чтобы войти перед новым священством перед священством по чину малки садика и юбилейный год это встреча как народу с мухи садиком поэтому то что происходит с карантином то что происходит со всеми этими сферами вещами в мире это божественно и это то что сейчас совершает бог и это главная встреча с этим новым священством они священством левитов многие сегодня не различают что такое священство левитов и новое священство не различает скинью моисея и не различают скинью давида и вопросы и интерпретации мышления она говорит о том что нет вообще понимания в какой эпохи эры мы живем и многие до сих пор созидает эту скинью моисееву и делать такой микс но это разорвет а бог говорит чтобы мы не смешивали семени то есть мы не можем сеять разное семя даже в почву мы не можем делать одежды из двух нитей мы не можем соединять скот разных пород кстати когда двигаются люди видения они не могут двигаться один с одной колокольной а другой с другой колокольни пойдут ли двое не согласившись и здесь очень важно этап ну понимание то есть мы не можем идти в священстве одном и другом и нужно дать богу убрать вот этот двойственность она должна быть или или другого как бы она не может быть поэтому можно увидеть будет кстати да и на заставке этой темы что именно вот этот портал был как знамя для народов так как эта картина она стояла тогда рядом со мной когда это начало все происходить и как бы в действии она кувыркалась она в воздухе кувыркнулась то есть это настолько была какая-то определенная динамика сила не только как бы духовного видения но это отобразилась в физическом мире то есть помните когда христос явился савлу павлу и он видел его когда он ему говорил саву стал что ты гонишь меня то есть была такая сильнейшая атмосфера разряжена то есть только саву это видел другие люди которые пошли поехали с ним на лошадях они не видели этого то есть бог их духовные глаза не открыл то есть видел только саву но они понимали и видели что что-то происходило они видели эту тоже силу разряженную то есть то же самое произошло тогда в юар когда и бог открыл это все видеть это все смотреть это было не просто там видение это было пережито реально там духовный мир полностью прорезался физический мир и то есть и это давало определенную и динамику в физическом мире что предметы которые были рядом они тоже не выдерживали этой вибрации то есть это была сила соединенная я верю что бог хочет чтобы мы как тело но начали двигаться в этих вещах где бог будет открывать небеса и здесь нету знаете пунктов для того чтобы были открыты небеса хотя можно взять сейчас книгу малахи и чтобы над тобой были открыты окна и дверью знаете это но это это не работает так приходит сам господь и он сам эти вещи совершает я этого правда не ищу я не ходатайствую за это то есть я дала ему жить и это не всегда так как хотят другие и это также не не всегда так как хочу я это далеко вообще не так как хочу я это так как хочет он то есть он сам совершает на земле как и на небе то что он желает и это не так что и я сейчас подумаю и решу я давно не решаю я решила один раз и дала ему свою жизнь все это мне кажется и этот аспект он также был определенным образом уже как то сформировал но сейчас не в эту тему поэтому вот это как бы характерно и что и 1 2 картины они переживали свое землетрясение как и первая картина юбилейного года которую мы выставили юваль где написано и шуфар да она проект не проходила магнитуру 6 7 и вот эта картина она тоже свое знаете землетрясение проходила от того что мелхиседык открылся и были открыты небеса и я верю что эти картины они тоже знаете делать такую внутренний резонанс внутри нас делать землетрясение и колебать внутри нас то что должно быть поколеблемо ведь написано что все колебаемое но будет поколеблена поэтому не переживайте если что-то колеблется вашей жизни а вы его ставите на место и вот как бы решили только вот так как я хочу бог поколеблет это все потому что будет как он решил изначально поэтому лучше руки вверх и сдаться его воле и пусть происходит на земле как и на небе то что он желает а не то что мы себе напланировали в разумах своих поэтому дайте этому происходить землетрясение внутри когда вы будете смотреть на эти картины я верю эти вещи и я также часто вхожу в эти резонансы когда я соприкасаюсь с чем-то то есть что-то что имела на себе определенное воздействие духовное божественное я это очень чувствую внутри и этими вещами всегда тоже могу пропитываться то есть она как будто как портал втаскают в определенные моменты и времена которые происходили и происходит некое наделение внутри которая помогает мне же входить в какие-то сферы в которых я не ходила и приходит определенные откровения потому что я верю за каждой вещью стоят ангелы определенные которые и совершают это как суд служебные духи поэтому я верю что эти две картины они будут тоже делать какой-то внутренний резонанс и производите землетрясение внутреннее и огонь внутренний чтобы открылась и знаете вене тихого ветра как бы туда нас бог ведет и я верю что вот это веяние тихого ветра что есть его голос внутри нас который начинает говорить который начинает вести который начинает направлять поэтому мы будем сейчас после вот этой картины смотреть следующий пазл следующий пазл который поможет нам открыть часть юбилейного года того чтобы хочет делать в наших разумах наших сердцах в наших внутренностях но не смотрите только на себя потому что как бы я чувствую я так понимаю я так вижу это как бы еще про нас вы понимаете иногда надо свои чувствования видения оставить сторону как бы я давно не двигаясь своими чувствами своими пониманиями потому что это что бог делает это вне моего понимания вообще вне моих чувств и я хочу сказать то что бог дает делать и я эти вещи вообще многие разы не ощущаю но бог показывает и я иду это не всегда господь не я так ждала этого момента мне так приятно то есть я делаю то что не всегда моя плоть хочет и я часто говорю господа этой частью умереть в тебе потому что я понимаю она противится тому что ты хочешь сделать и мне нужен часто знаете крест чтобы к той или иная вещь она внутри меня умерла для того чтобы там открылся христос и чем больше мы знаете как бы подходим к нему тем больше мы видим вещи которые внутри нас они не могут войти туда 7 нужно умереть помните написано ничто не может увидеть господа и остаться а то есть никто не может видеть господа остаться в живых то есть когда мы приближаемся к нему мы видим эти части внутри нас своеволие и так называют и колдовство это кстати часть той темы которой мы будем смотреть которую бог хочет убрать из нас и это как бы сейчас мы смотрим как бы цель вот цель того что мы сейчас это разбираем увидеть глобально народы увидеть глобально нации и увидеть глобально то есть не только в себя потому что многие только зациклены на себе видите это только в себе то есть как бы давайте поднимемся сейчас выше чем сами мы и увидим это на мировом уровне то есть книга откровения она показывает нам вещи которые будут проходить на глобальном уровне то есть давайте сейчас от себя локальных поднимем глаза на более как бы глобальные вещи которые бог совершает я не говорю что не нужно вникать себя я об этом учу но есть какая-то некая зацикленность смотреть слишком в себя и это как бы не дает видеть глобальные вещи и глобальные планы бога поэтому давайте будем вот как бы до варьировать чтобы не только зацикливаться на себе и своих чувствованиях а видеть именно глобальный план бога который он совершает на земле тогда и многие вещи они отпадут сразу от нас потому что многие проблемы они за того что нам надо умереть для самих себя то есть это самый большой наш брак для самих себя умереть поэтому движемся и наверное стихи по которым мы будем сегодня варьировать и рассматривать наш пазл нашу тему это который мы говорили исайя 61 второй стих где проповедовать благоприятный год господень и день мщения нашего бога для меня это сильно касается когда приходит господь и сам мстит он говорит да ты будь на троне а я положу врагов у ног твоих то есть бог мстит он говорит не мстим этом у меня отомщение то есть мелхиседок приходит отомстить отомстить за что за то что некие сферы некие вещи удерживали народы то есть у народы каждого народа есть своя душа у каждого народа есть свое сердце у каждого народа есть свое призвание у каждого народа есть свое предназначение у каждого народа есть свое видение у каждого народа есть культура И то, как он будет поклоняться Господу. Те же самые музыкальные инструменты, которые приходят из того или иного народа и выращены из той земли, они несут определенную, знаете, такую чистоту и динамику, которая открывает небеса. Сейчас очень много вещей, скажем, коснемся, они покупаются из Китая. То есть в разных странах китайские инструменты. Я не против Китая, я люблю Китай. Но я говорю в ту тему, что каждая страна, она должна увидеть свои границы. И это касательно каждого из людей, и это касательно каждой страны. То есть Бог желает убрать все то из нации, из народа, все то, что порабощало. То есть у каждой нации есть призвание и есть определенное твердыня, которое удерживал от этого призвания. И он хочет прийти и отомстить. То есть он хочет прийти и разобраться за душу каждого народа, за сердце каждого народа. Поэтому я верю, что, знаете, в это время также поднимутся определенные пророческие люди, опять которые агонцы, которые не делают себе имя, которые не пиярят себя, но которые в смирении с Богом совершают. И то, что мы говорили, они совершают то, что, когда их левая рука делает с Богом, правая об этом тоже не знает. Я верю, что такие люди поднимутся, они каждый момент нужно же заснять и нужно, чтобы свидетельство дали. Свидетельство — это вообще о других вещах. Люди не поняли, что из свидетельства Иисуса Христа. И ищут это в человеке, как будто это самая высшая там инстанция. Поэтому наша задача — это увидеть вот этот год благоприятный и день мщения, потому что Бог сейчас выводит народа. Мало того, что Он хочет вести в юбилейный год, но Он выводит из некого рабства, то есть глобального. И мы также посмотрим, и всё, что будем смотреть, это вот оно будет основываться на стихах. 25 глава Левитам, 9 стих, где написано, что «объявите свободу на земле всем её жителям». То есть это говорится о земле, о всей земле и о всех её жителях. Заметьте, это не говорится только о каком-то маленьком городочке, это говорится о всей земле. То есть нам Бог даёт увидеть сейчас глобальную землю, лицо земли. И помните, Он говорил Иеремии в 1 главе, 10 стихе, что «я поставил тебя над народами, над царствами». То есть сейчас время видеть глобально народы, царства. А Иеремия, Он также во Христе. То есть мы можем видеть полноту сейчас, полноту земли. И Он говорит «объявите свободу на земле всем, то есть всем её жителям». Не молиться только за два человека, а молиться за землю, да? Чтобы каждый, он возвратился в своё владение. То есть чтобы вся земля, она стала в свои владения и в свои границы Богом данные. И каждый возвратился, написано, в своё племя. То есть многие сегодня находятся не в своих племенах, многие сегодня находятся не на своих местах. И Бог, Он выводит на свои места для того, чтобы открылось вот это Божье, Божье призвание, Божье предназначение. И пазл, который мы сегодня будем разбирать, это Вавилон. Я не буду сегодня учить или говорить о Вавилоне, потому что в своё время мы, ну, наверное, года три сживали эту тему. Я думаю, так как мы её сживали вдоль и поперёк и разбирали всё. Как бы сейчас это не тема для того, чтобы разбирать, потому что, ну, правда, сколько мы лет, это эту тему разбирали, сживали. И Бог нас очень хорошенько вычищал вдоль и в поперёк и выворачивал наизнанку, и не один раз вычистив эту тему. Поэтому мы будем говорить сегодня более опять о глобальных вещах выхода из Вавилона. Так как, смотрите, да, всё человечество, оно переживает массовую пандемию, эпидемию. И что это? Это обращение Творца к человечеству. И это ощущают и понимают все. И нам важно, да, анализировать, а что же Всевышний говорит нам. Первая реакция, которая, да, произошла, нужно было закрывать границы. То есть началось это в Китае, и начали там закрывать границы Ухани, потом начали закрывать других ближайших городков Ухани, потом закрыли весь Китай. То есть как бы первая реакция человека — это закрывать, да, закрывать границы. И это божественно. В этой ситуации это божественно. После этого начали закрывать все страны, так как попала инфекция Южная Корея, Сингапур и другие страны, которые рядом. И уже другие страны, где летали китайцы. То есть начали закрывать все страны, начали закрывать города, начали закрывать семьи, начали закрывать определенных людей. То есть человечество, оно начало выходить из не своих границ, и нужно было вылетать людям, возвращаться людям. То есть человечество начало расходиться по домам, и это начало напоминать, знаете, падение Вавилонской башни. И мы поговорим сегодня об этом, потому что должна эта башня внутри наших голов упасть, чтобы там открылся ум Христова. А башня — это жертвенник определенный. То есть открылись божьи жертвенники внутри нас, не человеческие строения, а божьего строения. И Бог, он сейчас это нам показывает, как падает Вавилонская башня, где было все соединенно, перемешано и непонятно. А сейчас произошло сотрясение Вавилонской башни. И это происходит сейчас на всех уровнях. Я наблюдаю за людьми, и я вижу, как Израиль — это такой холерический, харизматический народ, и очень громкий народ, скажем, восточный народ. И если народ Израиля встречался, это очень шумно, это очень много дежестикуляций, объятий, поцелуев, то есть как бы даже мужчины, которые встречаются, они обнимаются, они могут себя расцеловать. То есть это в очень активной такой форме происходит. Но сейчас это всё поколебалось, то есть сейчас нельзя сжать руки, сейчас нельзя обниматься. Это тоже, да, Экклесиаста, третья глава, то, что мы уже говорили, как бы не один раз время обниматься, время уклоняться от объятий. То есть время сейчас, где Бог сотрясает все связи, все взаимоотношения, то есть оно всё колеблется. То есть везде, где Вавилон, он колеблется. И вы знаете, это так не придумать, что как бы, ну это не только в Израиле, это как бы началось в Китае, это первые, как это, прошения, просьбы, которые были, что не прикасаться и не подходить друг к другу как два метра. То есть Бог через эти вещи также убирает человеческие механизмы постройки, где люди что-то совершали и делали, а потом они перестали вдруг делать, то есть они перестали строить. И это божественно, то есть нам не надо увидеть, дьявол разрушает церквя, то есть мы настолько зациклены только на какой-то маленький пазл жизни, что мы не видим другие части жизни. То есть или кто-то только в районе своей территории видит, своей жизни, больше он дальше не видит, как он себя чувствует. Это Вавилона зацикленность на себе, оттуда Бог хочет вывести. Помните, как слепой пришёл к Иисусу и говорит, Иисус, я хочу прозреть. А Иисус берёт его за руку и выводит его из его же селения, то есть он выводит его из самого себя. То есть он говорит, дружочек, ты так привык, ловко и умело только в себе и лазить, что ты никого в свою жизнь не впускаешь, только то, что ты решил. Что мне приходится вывести тебя из своего же селения, из твоего понимания, из твоего анализа, из твоей логики. То есть ты стал для себя Богом, и ты сам стал поклоняться сам себе, и он выводит его. Что получается? Человек не знает, как ориентироваться ему. Он потерялся, он не знает, куда ему вообще ступить, потому что он знал, налево пойдёшь, там будет выбоено, будет там брёвнышко, надо будет там переступить. То есть он настолько сам себя уже знал, что Бог говорит, ну ты стал Богом для себя, вот эта зона комфорта твоя, она стала для тебя местом поклонения, и мне надо тебя вывести. И помните, что Иисус сделал? Он взял после этого, когда он его вывел из непривычного, то есть из привычного состояния, он взял ему плюнул в глаза. То есть и потом ещё такой плевок судьбы, в кавычках назовём, и думаешь, за что? Что это вообще произошло? А Бог хочет, чтобы ты прозрел, ты настолько зациклен на себе, что ему нужно вывести тебя. Поэтому то, что сейчас происходит, Бог это совершает с народами, Бог это совершает сейчас с нациями. То есть я вижу, как Израиль не может вообще понять, что происходит, как бы контроль, как бы потерялся, вроде бы мы всё контролировали. А число заболеваемых растёт, всё растёт, и можно сейчас идти против дьявола, воевать против дьявола. Но нам надо увидеть, сейчас Бог нас выводит из привычного, и нам надо выйти. То есть и после этого, когда произошёл плевок, но это было по закону, то есть по закону говорило слово, если кто-то слеп, то значит его там родители согрешили, и когда это происходило, таким людям плевали в глаза. То есть Иисус поступил по закону, как истинный фарисей, там саддукей, как истинный еврей. Он совершил это всё по закону, и через закон произошло освобождение от его. То есть он исполнил закон с вот этой личностью. Но для нас это, мы сейчас живём под законом Духа, который освободил нас от закона греха и смерти. И Бог нас хочет вывести из этого нашего состояния, из нашего селения, для того, чтобы мы увидели свободу. То есть Вавилон — это вот это наше селение, наше привычное, наше контролируемое. И мы начинаем жестикулировать, это как будто угроза для нашей жизни, если кто-то входит на наше селение, то есть в нашу внутренность, и делает не то, что мы хотим. И вы увидите. Знаете, Бог вот сейчас приходит с этим коронавирусом, с определёнными новыми правилами, нормами, которые как бы в каждой стране это по-разному. То есть и это ломает определённые устройства. И человек не может как бы так находиться. Иногда Бог пробирается так глубоко в человека, потому что он так закупировал себя, что он никому, кто приходит и нарушает какие-то его нормы, порядки, что он даже его не впустит. Но Бог найдёт способы для того, чтобы разрушить башенку Вавилонскую в каждом сердце и в каждом разуме. Потому что это определённая крепость, моя крепость, моя башня, как бы туда никто не входит. Порой сам Бог не может туда войти из-за вот этой башенки. Поэтому юбилейный год — это свобода от наших внутренних башенок. Это как бы внутреннее состояние разума. И Бог хочет прийти и убрать всё то, с чем мы обнимались, всё то, с чем мы имели определённые взаимоотношения. Ну, дальше сейчас будем говорить как бы насчёт этой Вавилонской башенки, но только в одном из аспектов. Потому что их столько много о Вавилоне аспектов, и можно сейчас считать слово, и мы будем только до вечера разбирать тему Вавилона. Но это не суть наша. Наша суть сейчас — видеть народы, что Бог сейчас сотрясает их и колебает колеблемое, чтобы повыводить народ Божий из Вавилона. То есть из определённого образа мышления, устоев мышления, которые должны быть стёрты и убраны. И заметьте, мы сейчас входим, подходим к празднику Песах, месяц Ниссан. И именно в это время Бог производил суд над богами, которые удерживали его любимый народ. То же самое сейчас происходит. Бог именно в это время, смотрите, в этот портал хочет произвести суды. Суды, Йом-Кипур, юбилейный год, то, что мы говорили. То есть он хочет произвести суды над всеми богами, которые удерживали его любимый народ. То есть каждый ребёнок, он как народ Божий, Бог уже видит из Омеги, то есть из буквы Тав, из Омеги он видит это всё. Мы это видим и сейчас, с нашей колокольни, с которой надо выйти. А Бог это видит из Омеги. Он совершенно с другого ракурса на всё смотрит. Поэтому мы часто не можем его вместить из-за этого и понять. И он выводит нас из Вавилона, из определённой системы верования, системы мышления. И это глобально, над уровнем странами, нациями, народами. Это не даже своих верований именно церковных, христианских. Это как бы намного дальше, намного больше, намного глубже. И он хочет произвести этот суд, потому что когда он выводил, он произвёл суд. И это было очень серьёзно. Помните, что именно он сказал в Египте, что нужно заколоть Агнца, да и помазать косяки дверей, окон кровью. Почему именно Агнца? Потому что у Египта был бог Агнец. И он хотел над этим башком, в кавычках, сделать суд. Поэтому он сказал, зарежьте этого башка, и вот это совершайте и делайте. Понимаете? То есть как бы поэтому и Христос, он открылся как Агнец. То же самое сейчас происходит. Мы как бы много говорим, что нам нужно снять свои венцы, то есть снять свои короны с головы. Это я, если бы не я, то кто? А это я молился, а это я постился, а это я провозглашал. Ну, я настолько часто это слышу внутри себя. Да даже наши, знаете, вот эти моменты, я не знаю, оазисы внутри нас, которые же хотят подчеркнуть, это же я, ну а кто же, так как не я, это всё вот через меня пришло. Как бы так. Вот эти короны нам надо поснимать. То есть и сейчас происходит определённый некий суд, как бы сам Бог ожесточал фараона, сам Бог ожесточает коронавирус, да. Но для чего он это делал? Показать свою славу. То есть сейчас происходит некий суд, Йом-Кипур, это более глобальный, и это тоже происходит в Песах. Ну посмотрите, как бы мы входим реально в этот портал, подготовка Песаха, как бы да, в Израиле мы это как бы, ну это видим, мы это живём, мы это чувствуем. Понятно, как бы в других народах это не сильно ощущается, наверное. Но именно сейчас это время идёт, когда он хочет вот эти плотские короны, корону своего имени, корона своего призвания, корона своего служения. И Вавилон, что это такое? Построим себе башню и сделаем себе имя. То есть он выходит против вот этой короны, что люди настолько поодевали на себя короны, и там нету этого смирения, там нету этого на самом деле, да, поклонения перед Господом иногда, ну зарулили немножко. И где-то обманул, да, дьявол уже клеветники, дьявол обманщик отец лжи. То есть Бог приходит и хочет освободить же своих детей, которые зарулили под этого духа, зарулили под эту корону человеческую, плотскую, и хочет сбить эти короны. То есть он хочет суд сделать и высвободить, смотрите, то же самое из своих детей, из этого рабства, в которые они попали. То есть он пришёл сделать суд над богами, он не пришёл сделать суд над людьми. Иисус пришёл для того, чтобы взять грех человечества, творения на себя, для того, чтобы человечество вошло в свободу. Он пришёл выпустить измученных на свободу. То есть он пришёл это совершить. Но сейчас Бог хочет увести детей своих в благословение юбилейного года. Но есть враги и башки, боги, которые как короны на головах. И надо сейчас эти короны сбить. И происходит вот таким именно путём. Поэтому это сейчас именно, смотрите, праздник Песох. Вот как мы говорили, к сентябрю, юбилейный год, он должен быть провозглашённым, он должен быть совершённым. И после этого вход в Скинию, в Скинию Давида. Поэтому, смотрите, всё идёт по Божьему плану. Сейчас мы идём в Песох. То есть все праздники оживают. То есть все порталы стали очень реальными. И нам нужно именно дальше сюда входить, видеть. И видеть то, как Творец разговаривает сейчас с нами. То, что Он говорит. Поэтому то, что мы видим даже сейчас от правительства, не выходить на работу, какие-то вещи не делать. То есть войти больше, чем в Шаббат, в юбилейный год. Чтобы... Ну, у нас, например, сейчас ожесточение идёт, карантина. Так как очень сильно много заболеваемых и смерти растут, то идёт сильное ожесточение. То есть повыходить из привычного, то есть выйти из Вавилона. И это как бы сам Господь это совершает. И наша задача быстрее это делать. То есть совершать, не противиться, не выходить против этого, не бунтовать против этого, и не говорить, да мы как бы вот... Особенно это касается верующих, кстати. Да мы тут прорвёмся, да мы будем назло там это делать, мы будем это собираться, мы будем... Слушайте, ну, не узнать Бога. И Бог сейчас выводит из Вавилона, а мы дальше в религиозную активность ещё проведём и ещё сделаем. Это сейчас не идёт против чего-то. Нам надо увидеть глобальный план, что Бог делает, и совершать его. То есть содействовать Богу, вместе идти в ногу сейчас с Богом, и с тем, что Он сейчас совершает, и с тем, что Он сейчас делает. И не бояться. Мы идём в ногу. То есть это настолько сейчас для нас непривычно, что мы настолько уже, как мне когда-то Бог сказал, настолько правильны, настолько стерильны, что мы уже ничем не удивляем дьявола. То есть Он знает наши шаги наперёд. Но Бог хочет пойти новыми шагами. То есть тело боится читать сейчас Бога и защищает своё старое хождение. Он говорит, ребят, реально, мехи поменял, виной есть новое. Хочу повести со всеми новыми путями. Ну, просто следуйте за мной. Не воюйте против этого. Не выходите против коронавируса. Он мой слуга. Он делает то, что мне нужно. Я ожесточать, кого хочу, ожесточаю, для того, чтобы показать славу потом мою. Ну, прекратите, ребят, реально. Я вам хочу отдать потом ещё серебро, золото, когда вас выведу из этого Вавилона. То есть выведу вас из Египта, вы ещё заберёте то золото и серебро. А что это за золото и серебро? То есть помните, израильтяне ведь они много трудились на египетскую систему, трудились на фараона. И Бог, он сказал, слушайте, вы это делали, и этот фараон ужесточал вас, этот фараон подавлял вас. Ну, вы должны забрать за все эти года, которыми вы, ваши дети, ваши родители трудились, вы должны забрать свои по праву ресурсы, которые вы там оставили. Поэтому, говорит, вы должны пойти к египтянам и попросить у них серебро и золото все украшения. И сам Бог, он расположил все сердца египтян, и они всё поотдавали. Все поотдавали украшения, драгоценности. То есть Израиль ещё вынес с собой украшения. Тоже сейчас драгоценные. Бог хочет, чтобы мы, как тело, потом ещё забрали из этой системы Вавилона то, что принадлежит вообще Богу. То, где мы в рабстве были. Даже там, где нас в рабство эта система Вавилона забрала, как политическая, как экономическая. Это всё система Вавилона, поймите. И Бог оттуда хочет, чтобы мы забрали это всё. То есть Он нас проводит через определённые моменты тьмы для того, чтобы отдать скрытые во тьме сокровища. То есть увидьте это с другой перспективой. Это не против вас. Бог над всем этим. Это Божья война. Это Божья, Божья, Божий план. Нам не надо продумывать планы. Нам надо идти в ногу с Богом и содействовать Ему. Поэтому вот этот момент, что нам нужно выйти из Вавилона, прежде всего, это нашего мышления привычно. Вот мы, знаете, иногда как уперлись во что-то. Только вот так и по-другому. Ну, никак не будет. Только вот так, я сказал. Вот, моё селение, и вот так я буду двигаться со всеми, а другое сюда не войдёт. Слушай, тогда ты не сможешь войти на уровне народов, стран и наций. Это тебе будет удерживать твоя зацикленность, твоего Вавилона, твоего маленького мирка, который Бог хочет расширить. Ну, там надо крест, реально смерть для своего Вавилона, распять тот Вавилон и начать уже двигаться в том, что Господь даёт на более глобальном и шире уровне перестать смотреть в себя. Значит смотреть, ты это Он, смотри в Него. И это будет большая победа, потому что мы сейчас стоим в серьёзном историческом моменте. И нам нужно двигаться вместе с Богом, сотрудничать с Богом. И Он не даст это, знаете, сейчас коллективно двигаться. Я вам хочу сказать, не будет сейчас коллективных движений. Будет сейчас вот эти точечные движения, где Бог будет говорить и будешь совершать. И это не надо там говорить, кричать об этом. Знаете, сколько Бог даёт совершать в течение дня, и это остаётся, это всё записывается в книге жизни. Я об этом нигде не говорю, и об этом даже не рассказываю, потому что это между нами с Богом. То есть это даже не между нами. То есть мы вместе сотрудничаем с Богом, и это столько много, что это как бы не записать ни в какую, не повыставлять никуда. То есть оно движется. И награда, она не за видимые, а за невидимые вещи, поймите как бы. Поэтому наша задача двигаться сейчас вместе с Богом. Это даже не о наградах, это об отношениях с Богом. Но когда ты любишь Бога и вместе двигаешься, то всё понимаешь, что это как бы одно с Богом уже, и движение совсем одно. Поэтому то, что была раньше тенденция такой глобализации, и то, что решили построить, не отойдут от своей идеи. Помните, мы говорили, ради идеи, но не ради Христа. То есть это на уровне таком политическом, экономическом, и будут достигать путём сильной воли, сильного характера, сильного темперамента, сильных отношений между народами и странами. А сейчас Бог приходит и колеблет это отношение, колеблет вот эти сильные пути. И раз прикоснулся к коронавирусу. Я там смотрела, Иран, Ирак там делали обстрелы. Раз туда пришёл, и ушла эта, знаете, с силой. Палестина, сколько как бы нас постоянно дообстрелили, хотя и сейчас там пытаются обстреливать. Вся наша медицина, она сейчас тоже идёт на лечение этих людей, у них ничего как бы нет. Они всё тратят на взрывчатки, которые идут против Израиля. Потом они кричат «помогите нам». То есть как бы совершенно такой Вавилон, который там надо, и Иерихон, и Вавилон, там всё вместе взято. Но как бы они остановились. Почему? Потому что пришёл коронавирус, сильный характер, сильная воля, упрямство, упорство, оно сломливается. То есть приходит сломание. То есть Бог выводит из вот этих границ Вавилона, говорит «ребята, это не ваш удел, я хочу вас вывезти оттуда». То есть увидите в этом юбилейный год, увидите в этом любовь Бога, которая выводит из рабства людей. Многие люди в рабстве. То есть помните, мы читали, что объявить свободу на земле всем её жителям, провозгласить свободу от рабства. То есть увидите в этом свободу от рабства. Но оно приходит таким путём, что как будто вся идеология жизни ломается. То есть была идеология жизни обстреливать Израиль, подорвать Израиль, стереть с лица земли Израиль. А тут приходит вот эта болезнь, в кавычках, слуга Бога, которая делает нас слабыми. И мы теперь не можем иметь свою цель, а наша цель поколебалась. То есть и многие люди страдают от того, что они решили, что это была цель, но это была ложь, отца, лжи. И Бог говорит, слушайте, ребят, палестинцы, филистинляне, я вас тоже люблю, из-за вас тоже была пролита кровь. Поэтому я прихожу, но сейчас реально вывожу вас из этого рабства, из этой территории, в которой вы вошли. И вы сами рабы этого. Хочу дать вам что-то другое, новое мышление, которое совершенно по-другому даст вам увидеть всё с новой стороны. То есть смотрите, и это происходит с каждой страной, нацией и народом сейчас, что вот эта сила, она сокрушается, это сила демоническая. Порой мы имеем силу на это, знаете, сила не Божия. Мне часто Бог говорит, это не Божия, это не Божия сила, это не Божия, она будет сломлена, эта сила, это будет сила сломлена, это не моя сила. Знаете, я часто в немощах, я часто слабая. Люди, которые меня знают, я на самом деле, как бы слабый человек, но я говорю, Господь, Ты моя сила, Ты моя крепость, Ты мой иммунитет. Я на самом деле, ну как бы живу Богом, потому что у меня нет другого варианта. И иногда люди говорят, ну как ты там, это вот это, вот это делаешь. Слушай, я это делаю силой Бога, потому что как бы у меня реально нету силы. И мне нечем хвалиться, мне нечем хвалиться какими-то вещами. Я реально уповаю на Бога, потому что у меня другого даже варианта нету. Кто-то уповает еще там на свою какую-то эрудицию, силу, крепость, выносливость. У меня этого нету. То есть я уповаю на Бога. То есть Он моя выносливость, сила, крепость и все. Поэтому это, знаете, тоже определенная благодать. Иногда я от этого страдаю, иногда говорю, Господи, спасибо тебе за твою благодать, потому что я бы так не полагалась, наверное, на тебя. И это, знаете, как бы примерно такой же пример, который Бог делает сейчас с нациями, народами. Он приходит как бы с окрушения силы для того, чтобы вывести из Вавилона своего же вот этого мерка, построенного идеологии, понимания, для того, чтобы стать всем. То есть Он хочет стать всем. Но когда у нас сила есть, а зачем нам тогда сила Он как Бог? Если у нас мы сами все это совершаем, зачем как бы Он нам как бы, да? Ну и Бог, по сути, нам не нужен. Ну мы сами себе боги. И Он вот приходит на таком уровне и выводит, выводит народы. И как, что происходит? Как это как бы вот этот Вавилон захватывался? Путем сильных отношений, то, что решим, не отступим, путем стирания границ Божьих. Сегодня границы Божьи вообще в теле, знаете, отсутствуют. А Бог хочет дать его границы. И там идет стирание разницы между народами, между странами, между людьми. Я часто встречаю там людей, они говорят, а, ты с Россией? Я говорю, нет, я как бы не с Россией. Но если у человека говорит хотя бы немного на русском, значит он с Россией. А то, что есть еще 15 было республик, которые говорили на русском, как бы это даже никто не знал. То есть стертые границы. То есть не было понимания, что есть определенные личности. То есть личности не ценились. Нету Казахстана, нету Узбекистана, то, что они говорят на русском. Так что русские теперь? Нет, это другая страна. Киргизы тоже говорят на русском. Так что теперь можно сказать русские? Нет, это не русские. То есть понимаете, именно стиранием границ. И Бог сейчас хочет восстановить эти границы. И объединение, то есть Вавилон — это определенное объединение. Объединение. Это единство, но построено на основании чуждых, небожьих и идеологий. То есть объединение путем стирания всех отличий. А это идея Вавилонской башни. Мы все станем одной большой массой, без разницы, без принадлежности к народам, без государства. Это стирание отличий между мужчинами и женщинами, а там вот гомосексуализм, лесбиянство. И это против Творца. А там мы сделаем себе башню, сделаем себе имя. Давайте, наверное, прочитаем вот эти моменты. Бытие, 11 главу. Первый стих. На всей земле был один язык и одно наречие. Два. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар-Равнину и поселились там. Три. И сказали друг другу, наделаем кирпичей. Я не буду сейчас интерпретировать эти стихи, потому что, ну, как бы говорила, что мы года три как бы разбирали эту тему вообще. Наделаем кирпичи, да, это все человеческое, вот все строение человеческое. Это не камень, который был Богом сотворен, а именно то, что сделано все руками человеческими. Это сильное лидерство. Это сильный психологический подход к человеку. То есть это все на уровне человеческом. Обожжем огнем. То есть это тоже огонь, но извините, не божий. И стали у них кирпичи вместо камней. Вместо. То есть не стали камнями, а вместо камней. А земляная смола вместо извести. И заметьте, когда кирпичи соединить, не будет между ними, как это, щелей, дырочек. То есть воздух, ветер, руах, Дух Святой, не может даже проходить между ними. То есть это такая сильная сплоченность человеческая. Поэтому в сильной сплоченности человеческой будет приходить Бог особенно. Потому что там, где человеческая смола, она не дает даже Богу проникать. Иногда есть люди, которые прям, знаете, прям наваливаются всем своим существом и не дают места Богу. И туда Бог будет приходить. И сегодня есть в парламенте многие премьер-министры, президенты, которые навалились всем своим существом и не дают Духу Святому место. То есть они должны, они должны засунуться, они должны быть Богом, они должны. Как бы я не буду сейчас страны перечислять. Вы, наверное, сами знаете страны, которые сегодня в коммунистическом союзе, которые особенно закрытые. То есть там такая туша навалилась, и она не дает выпустить человека на свободу. И многие закрытых, получается, в таких моментах. И Бог туда будет приходить и оттуда вытрушивать этот Вавилон, чтобы сам Бог вел, чтобы сам Бог не направлял, а не сильная натура. Если я не буду, то, значит, никто не будет. Нет, Бог придёт и сотрусь. Всё колебимое, сотрусь твою сильную природу, Иакова, для того, чтобы, может, ты подхрамывал, но зато будет Израиль. Потому что сильная природа, она должна быть сломлена. То есть там Вавилон будет, он будет надмивать, авторитетом покрывать. Там дышать невозможно будет под такой системой. И это сейчас, знаете, Бог будет совершать. Коронавирус вроде такая невидимая вещь. Смотрите, ну у неё реально она невидимая, незримая. Но она производит такую серьёзную вещь, по сути. И там, да, наделаем кирпичей, обожжём огнём. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Четвёртый стих. И они сказали, построим себе город. Это отдельная тема вообще, что такое на иврите город и как города разрастались от определённой личности. И башню высотой до небес. То есть они хотели, это определённый момент пророческий, как можно проникнуть в небеса не путём Бога. То есть они хотели проникнуть туда уже, в небеса, как и тогда ангелы приходили к дочерям человеческим через гору Хермон. Это тот же самый момент. И сделаем себе имя. То есть человек, который хочет продвинуть. Нет, вот это я, это обо мне. Служение такое, это служение такое. То есть сделаем себе имя. Обязательно нужно построить. Вот представьте, Павел говорит, служение Павла и Петра. То есть они как бы не делали себе служение, не проповедовали Христа. То есть если служение идёт впереди, то ой-ой-ой. И я всё время, знаете, молюсь и говорю, Господь, я не хочу никак называть. Если, ну как бы, вы видите, я очень всё время противостою против этого. Я не даю там говорить служение Гиборы. Господь, дорогой, сохрани. Я не хочу. Для меня это прославить Бога. Всё. Я склоняюсь перед моим Господом, чтобы никакая корона не приросла к моей голове. Я не поднимаю своё вот так лицо. И как бы для меня это, Господь, сохрани. Потому что имя сделаем, это страшно очень. Где уже подписывать имя своё, это, может, есть в этом какое-то другое откровение, Бог как-то поведёт. Но для меня это неприемлемо. Пятый стих. И Господь сошёл посмотреть город и башню. Вот сейчас это произошло. То есть оно раньше произошло уже. Ещё в ноябре месяце, в октябре, может быть. Может, раньше, да. И Господь сошёл посмотреть город и башню, которые строили потомки Адама. Заметьте, потомки Адама. Мы говорили уже с вами, что есть Бней Адам, то есть человек — это Бней Адам. Потомок Адама — это человек. А есть Бней Иллуим — это сыны Божьи. То есть он посмотрел на башню Бней Адамов. То есть плоть она хочет строить, Адамова природа. То есть сначала крови, плоть, кровь и плоть. Она хочет построить, возвысить, подняться, надмиться. Но Бней Адамов, сыновья Божьи, они в царстве. Они не строят на земле. Они приносят царство на землю и уходят. Не знаешь, где дышит, не знаешь, где дышит, дышит, где хочет. То есть не поймёшь, не проконтролируешь это... Такого, скажем, в кавычках сына Божьего тяжело в какие-то рамки обуздать и сказать, ты теперь будешь со мной так, как я хочу. Не будет, потому что небесный Иерусалим свободен. То есть это... Ну это другая тема, мы не будем сюда идти. 6 стих. И Господь сказал, вот один народ и один у всех язык. То есть стали вроде бы так как один народ. Смотрите, все коммуникации народов стран, они были настолько связаны. И вот что они начали делать, они не отстанут от того, что задумали делать. То есть иногда вот настолько, вот мы будем делать, задумал человек, уперся, и Бог приходит, меняет, а человек все равно по-старому. Народ уперся в твердыню, и что бы там ни колебалось, он все равно делает так, как он. Вот он решил, и все. И он говорит, я целеустремленный, все, это моя мечта. А Бог приходит и касается бедра. Ой, я вашей ножки коснулся, и ножка хромает. Поэтому смотрите, сейчас реально пришел Господь. Пришел и посмотрел, что решили делать. То есть настолько, смотрите, все было взаимосвязано, но построено не на той идеологии. Седьмой стих. Сойдем и смешаем там их языки, чтобы один не понимал речи другого. Вы можете увидеть симптомы, где нет понимания, человек не понимает, не слышит, не видит. То есть все, там потерял. Вавилон пришел, там человек решил своей силой, то, что он задумал, сделать. И Бог приходит, это сокрушает. Говорит, Бог я. Подвидим корону. Помните, царь, вот там корону поправлял все время, а там корону должна спасть. Вот вам и коронавирус. Я царю. Восьмой стих. И Господь рассеял их оттуда. То есть происходит рассеяние по всей земле. И они перестали строить башню, перестали строить город. То есть, чтобы перестали строить что-то, что уже начали строить, ну, нужно прийти, смешать и сделать непонимание между людьми. Поэтому, когда, там иногда мне люди жалуются на непонимание, я понимаю, что там, ну, по большой части есть Вавилон. Свои твердыни в голове. И человек хочет все понимать. А Бога иногда не уместить в разуме и в понимании. Поэтому, смотрите, сейчас есть непонимание. Я увидела это, как с коронавирусом это проявилось между странами и нациями. Я наблюдаю очень за народами, в это время особенно. Отчий, господа, обозревает всю землю. И наблюдая за вот этими всеми тонкими моментами. и смотрю, как сокрушается вавилонская блудница, которая сделалась пристанищем для нечистых духов и бесов. То есть, Бог выводит народ. Нам надо смотреть не против крови плоти. Да, понимаете? Каждый народ, он попал недобровольно в определенные лапы, тиски. И можно там говорить, а теперь этот народ сотрём, он теперь, он вообще, это он, по доброй воле. Слушайте, Бог внутри нас положил совершенно новую природу. И дьявол, он такой обманщик, что так тяжело противостать этой лжи, что многие поддались. И Бог приходит освободить, он любит. Он за своих детей многое что сделает. как и папа-мама. Если мы можем доброе даяние делать, будучи злыми, то, знаете, мы не знаем даже ещё сердце Бога, насколько Он любит, насколько Он хочет это совершать ради своих детей. Мы это ещё не уместили, мы ещё думаем с позиции вот этого злого начала, которое Бог заменил нас. И нам даже тяжело это уместить и понять, насколько Его любовь велика к детям, к народам. Поэтому мы сами будем управлять, мы сами будем строить. Бог нам не нужен вот эта Вавилонская башня. Поэтому Бог приходит, останавливает народы, закрывает сейчас границы. То есть раз и недопонимание пришло и убирает многие отношения, где пришла вот это слово безграничность, то есть без границы, где отношения стали выше Бога, где союзы, это сколько союзов в народах, где союзы выше Бога, наши мысли и желания выше Бога, и Он хочет землям дать границы. Как же Он выведет и из надела их и переведет в другой надел, где нету границы? Вы понимаете? И часто это становится одним словом, которое сегодня в теле, я вам хочу сказать, распространено настолько сильно, это сильно, это бесчинство. Вот там, где безграничность, там бесчинство. И я вижу, как многие люди приходят в мою жизнь и требуют, требуют то, что они хотят, то, что они решили. А я вижу, это бесчинство приходит, и мне Бог показывает, что это люди, они сами себя не уважают, эти сами себя люди не любят, и они несут это бесчинство, паразитируют, и они требуют, и они вымогают, они хотят стяжать, и даже если это не сильно вслух сказано, это запах веет, это послание веет, и Бог показывает, бесчинство должно быть сокрушено, своеволе, вот эта сильная природа. То есть, многие сегодня в бесчинстве, ты мне дай, ты мне по пророчеству, ты мне скажи, ты мне объясни, ты должна строить отношения, ты должна там ту, то есть, ты все должна, то есть, бесчинство, нет ученок, то есть, этот человек не понимает, он не знает Бога. Помните, Павел говорит, к стыду вашему, я говорю, многие из вас не знают Бога. То есть, вот этот еще Вавилон наковал, шапка Вавилона, это же все оружие, есть все оружие Божие, есть все оружие Вавилона. Этот шлем, но это не шлем надежды на спасение, это шлем вообще человеческой плоти, и это самоправедность, замес бронеправедность, это щит веры, а там щит самозащиты, такой человек может щитом перекалечить другого своим, самозащитой, сам себя защищает, сам себя оправдывать. там меч уже не Божий, а меч Иезавели, и там уже не пояс истинный, а пояс лжи заблуждения, которым держится самоправедность, и Бог иногда приходит, Он говорит, мне надо тебя раздеть, драгоценный, потому что ты одел на себя одежду, они не мои, и надо раздеть, а ты думаешь, тебе стыдно голиком стоять потом, не бойся, не страшись о ничем. Обувь, там шалома, там суеты, хаосов, человек приходит, начинается паника, разборки какие-то, разбирательства. Иногда, знаете, придет человек, он шалом принес, вот он молчит, а в нем шалом. А иногда человек написал смс, а уже суета, то есть, ну, одежду сразу его выдали, и там надо разбираться, какие-то споры, какие-то разборки, объяснения, то есть, это уже человек ходит в одеждах Вавилона, которые нужно снять. И наша задача сейчас, знаете, в этот период юбилейного года увидеть, что же порабощало нас, и раздеться, и снять себя, Господь, облики, облики меня, потому что, если ты не обличешь, эти одежды погубят меня. Слово говорит, Псалом 118, 96 стих, всё имеет границы свои, лишь один только твой закон безграничен. Как-то мне Бог показал, что, Дибора, только мой закон безграничен, всё остальное имеет границы. Я морю дал границы, я всему творению на земле дал границы, звёздам дал границы, небу дал границу, земле дал границу, то есть, он всему дал границу, Я народам дал границы, я нациям дал границы. То есть у всего есть границы. Только, вы знаете, в последнее время мы вошли в это своеволие, бесчинство, не видя, не знаю, ни своих границ. От этого происходит и путаница сильная. А знаете, на иврите путаница это бильбуль, от слова вавель. То есть вавелон — это, на иврите, вавель, а вавель — это слово, которое происходит от путаницы. Вот там, где есть путаница, любая путаница, путаница отношений, путаница сознания, путаница разума, путаница чувств — это несёт систему вавелона. И уже человек движим вот этой системой, а не движим Богом, то есть системой Царства Небесного. И Бог хочет это убрать, но нам кажется, что убирает вообще наши стереотипы, то есть наши идеологии, наш фундамент, и мы защищаем сильно. Мы вытаскиваем мечи, самозащиты, щиты, и мы начинаем бороться за то, что кто-то хочет это принести в нас. Порой это не то, что мы хотим. То есть большая часть — это не то, что мы хотим. То есть вавелон, он настолько в мозги прорастается, что это не божья такая штука. Поэтому в юбилей он сейчас хочет это убрать, потому что он землю освобождает. Провозгласить пленником освобождение, то есть пленником вавелона. Ваше хобби, я пленник вавелона был. Поэтому нам надо туда, знаете, на свободу выйти. И на дело сейчас должны измениться. Мы же, да, читали Левитам 25 глава уже сколько раз. И может приходить непонимание, когда люди начинают по-человеческу требовать что-то. Но это вавелон. Я помню, когда вот это только началось, ну, проявляться, к нам прилетело несколько самолетов Южной Кореи. И Израиль ни один самолет не принял, так как до этого прилетел самолет с Южной Кореи. И то, что нас очень много заразили, это Южная Корея привезли сюда. И они сделали туристическое путешествие по Израилю, по всем христианским, скажем, местам. И эти люди приехали зараженные. И они как бы весь Израиль как бы открались или проездили. Я помню, мы с Барухом приехали в Иерусалим. И мы поднимаемся, и я вижу, такая огромная группа идет. Я говорю, ой, интересно, что это за группа? Это Южная Корея или японцы? Как бы это вот как раз, когда эта группа приехала. И так прошли там мимо них. Ну, мы как бы и шли с определенной одной целью. Я видела они как бы с другой целью. Мы как бы обходили все там ворота. И определенные вещи делали. Но через время передали, что Южная Корея по Израилю. И много инфицированных, много больных. И кто в это время соприкасался там в Иерусалиме с такого-то по такое-то время. Ну, и другие там города назвали. Ну, все библейские места. Да, просим как бы на 14 дней уйти в карантин. Потому что вы могли заразиться от них коронавирусом. Поэтому оно тоже... Знаете, вот когда это начало происходить, то страны, вот эти самолеты с Южной Кореи, как бы несколько самолетов их не впустили. Их даже не выпустили как бы из самолета. И сказали, чтобы они улетали назад. И это, знаете, такой удар по отношениям. То есть как бы Южная Корея она прилетала часто в Израиль. А тут она прилетела. Все самолеты отправили. И консул там поднялся. И государство. Как Израиль поступил с Южной Кореи. И я видеть начала, как, знаете, отношения начали сокрушаться. Отношения начали рушиться. Тут из Китая прилетели самолеты. Их тоже отправили назад. Китай обиделся на Израиль. Израиль как бы на Китай. Что Китай, ну, вот так поступил с инфекцией. Прилетели в Израиль. А все хотят на святые места. И как бы неважно, как бы больной, не больной. Лечу и всё. Это, я же, мне же всё хорошо. Но как бы о других думать никто не хочет. То есть я начала видеть, как начали рушиться отношения. То есть у нас очень было много конфликтов. Как бы у нас, я говорю, как Израиль. Именно на этой почве. То есть отношения начали рушиться. И начали потом друг у друга выяснения чинить. Кто просить прощения. Ну, в общем, Бог начал сокрушать вавилонские отношения. Потому что они, к сожалению, были. Одежда, которая приходила раньше из Китая, после там этой ситуации всей, она перестала приходить. И Израиль вынужден был определенные вещи делать какие-то сам. То есть я увидела, границы начали вырисовываться. То есть каждый начал входить в свои границы. И через это мы можем видеть, что сейчас Бог, Он отделяет, 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 дает границы между людьми, между городами, между странами, между нациями. Что происходит сейчас в Израиле? Города от города. От города. Перекрывают, делают границы. То есть наконец-то происходит вот этот выход из Вавилона, где всё одно масса. И происходят границы. То есть после этого Бог хочет некоторые вещи сделать. Но нам нужно ещё в этом побыть, потому что мы не можем вместить кто, пока Он ещё это не сделал. Поэтому сейчас начали устанавливаться границы между людьми, между народами. И знаете, как бы, ну вот я грубо скажу, савдеповский вась-вась вот этот уходит. А это же деборка, она же своя, можно всё, что хотеть, то и делать. То есть нету границ. Ну и здесь Бог всё меняет. Плод башни расселся. Непонимание началось. Я иногда это вижу, я читаю в этих вещах. Так как там, знаете, вот в этом Вавилоне было желание любой ценой соединиться. Любой ценой, неважно. Объединиться, причём любой ценой. За счёт стирания границ между людьми, между, заметьте, индивидуальностями народов, между индивидуальностями культур, между мужчинами и женщинами, где нет границы, где повальный гомосексуализм, где повальное лесбиянство, есть физически, значит, есть духовно. И все эти вещи становились, становиться начали законными, легальными, легитимными. И это всё будет приводить, как один к окончательному расколу башень. Мавилонских. И сейчас все разлетаются, разъезжаются в разные стороны. Все самолёты, если вы видели, все самолёты забирают своих в свой удел и территорию. Наш Израиль, как бы, после армии, молодёжь, они любят путешествовать по полгода. Некоторые больше, там, некоторые три месяца. То есть они поразъезжались по всему миру и делают такое, как путешествие, кругосветное. И когда ещё коронавируса не было, может быть, ну, как бы, для нас, видимо. Но он уже был в ОГО. Поразъезжались везде. И потом нужно было вот отправлять сейчас самолёты в Перу, в Филиппины. Показывают, что много израильтян спят в этих, как это, в автовокзалах, аэропортах. А всё закрыто. То есть границы позакрывали, а, ну, как бы, не могут вылететь в Израиль. И израильские самолёты летали за ними, забирали, чтобы привести их в границы. Я вижу, как бы, другие тоже нации, страны, наблюдая, как президенты дают такие горячие линии и говорят, чтобы граждане, которые там где-то путешествовали, написали, в какой они стране, когда у них должен был быть рейс, и на какую точку им нужно подъехать, для того, чтобы их забрали оттуда в свою страну. То есть чётко, конкретно начали отделять границы. И знаете, что это? Это называется выход из Вавилона, где есть безграничность, всё общиковое. Знаете, и многие люди, верующие, они интерпретируют это местным списанием, всё у них было общее. То есть, знаете, это были определённые времена и сроки того времени, и Бог течёт сейчас тоже по-другому. И некоторые моменты смешивают там всё, что только можно, чуть ли не между мужем и женой, и дети должны там спать. То есть у детей свои границы, а у папы и мамы свои границы. Представляете, муж с женой имеют интимную близность, и трое детей между ними лежит. Но это ненормально. То есть границы, они должны быть. Границы везде. То есть Бог установил границы. Автор границ – Бог. И когда человек говорит, мне не будет границ, то есть он идёт против автора Бога. То есть сейчас, что Бог делает, Он устанавливает некие границы между народами, между странами, между нациями. Заметьте, тоже трясётся сейчас и церковь, потому что устанавливаются границы, которые Бог хочет. Потому что очень много границ, которые построили сами люди, а есть те, которые убрали люди границы. И сами построили чисто из человеческого понимания, из того времени, в котором они были. На тот момент, может, это и работало, но сейчас многие вещи, они перестанут работать, и Бог хочет вести новое, но для этого нужно, чтобы было убрано старое. Поэтому сейчас будут нарисовать границы и призвания, предназначения, чтобы вернуть всех назад. Чтобы каждый имел тот удел, что дал Бог. Для чего? Для того, чтобы потом перевести в нужный удел. Потому что если нет границ, то ты нигде. Это нигде. Это приписка нигде. Нужна приписка определённая. Границы твои. Чтобы, помните, чтобы от одной крови населить всю землю, определив для каждого своё место, время назначения. То есть, есть всему свой удел. И отношение многих может от этого поколебаться. Вот как я говорила за Южную Корею, за Китай, другие страны, которые прилетали. Ведь всё колеблемое, оно будет поколебленное. И повылетает всё человеческое. Потому что огонь, Божий, не чуждый, он испытает дело каждого, на чём оно строится, на каких мотивах. И порой мы сами не знаем этих мотивов, потому что они были так сокрыты Вавилоном. И так всё, знаете, приросло, что мы уже не понимаем, где зло, где добро, где ложь, где правда, где свет, где тьма. А он приходит и говорит, я отделю свет от тьмы. И начинает отделять воду от суши. То есть, он отделяет эти моменты, которые мы сами не знали. То есть, это момент, он чудесен. Когда сейчас Бог внутри нас отделяет, он формирует эту новую землю. Он сейчас отделяет старую землю от новой земли. Это его работа внутри нас. И помните, это время Галгала, где место, где Бог обрезывает сейчас. Было место, где он обрезал весь мужеский пол. И некоторое время они болели, не могли куда-то двигаться, уходить, пока всё это сросло, пока это всё исцелилось. То же самое сейчас Бог делает. Он обрезает сердца. Он определенные вещи срезает, где прирослося. Прирослося к миру, прирослося к определенному мышлению. Определенная чувствительность открывается, а потом нужно время, чтобы перестроиться, ещё жить по-новому после этого. Я это говорю, потому что я живу в Израиле, и для нас это нормально, как бы, да, обрезание, которое происходит здесь, особенно в жарком климате. Но сначала нужны Божьи границы, чтобы ушло бесчинство с тела. Чтобы ушли отношения взглядов на дары в теле. И это помогает нам войти в юбилейный год. То есть это вот этот вход. Мы как раздеваемся, как снимаются с нас вот эти, знаете, все верхние одеяния, которые снимались тогда с Давида, чтобы он мог перед Господом плясать в одном ефоде. То есть это было поклонение вот этой его всего внутренности, где Милхол, она не могла это вместить. Поэтому не смотрите на Милхол сейчас. Снимайте перед Господом все. Был момент, где-то в ноябре месяц, Бог говорит, переимену мне. Дибора, я хочу, чтобы ты разделась передо мной. Я говорю, что, пижаму снять? Ну, как бы уже было свежо. Он говорит, нет, ты должна снять видение с себя, ты должна снять служение с себя, ты должна снять всех людей с себя. То есть ты должна как скафандр, как змейка, молния расстегнуть и раздеться, то есть снять все с себя. И знаете, когда я это сделала, я увидела себя огненным ядром, огненное ядро, которое было с молниями, с огнем, с громами. Это было что-то такое, такая динамика. То есть там была вообще небесная субстанция, там не было, Васи, Пети, там была небесная субстанция. Бог говорит, только с вот этим ядром, то есть вот это настоящая ты, я хочу соединиться. И не соединиться кто-то с тобой другой, только я это могу сделать. И как бы только там двое могут стать одно. То есть вы понимаете сейчас, что Бог делает? Он нам дает вот это снять из себя, вот этот Вавилон, который мы привыкли быть. Видение, все оно остается, но оно должно сначала сняться с нас. Оно должно сняться для того, чтобы есть вещи, которые каким-то образом мы с собой прихватили. Какой-то момент мы решили, что это правильно, мы решили, что это нужно. И нам нужно всем вот это пройти для того, чтобы раздеться, потом увидеть, что на самом деле принадлежит сейчас нам, а что не принадлежит. И для этого Бог приходит с юбилейным годом. это помогает нам войти туда. И тяжело своими глазами поверить, все границы закрываются. Я такого, правда, никогда не видела, чтобы такое происходило. А это, если мы видим на земле, это происходит на небе, это происходит между людьми, это происходит между городами. Я сейчас вижу, как закрываются вообще, все позакрывались от церкви, а мало того, у нас синагоги все позакрывались. То есть Бог дает людям совершенно новое мышление. Многие это делали, но делали из-за того, что это нужно делать. Они вырастали, рождались, они даже не знали, не понимали, что синагога, для чего. Но сейчас как будто синагоги закрылись, и многие не могут вообще вместить. Но это важно, это определенная проверка сердца. Сейчас я тоже, вот сейчас вспоминаю момент за Рика Джойнера, некоторые мне говорят, не вспоминай его, но я буду вспоминать, я ценю очень отцов веры, на которых также мое сердце вырастало. И он говорил, что когда у них есть шаббат, я не знаю, как это, в церкви, в Морнинг Стар, то седьмой месяц они вообще не встречаются, седьмой месяц они не посещают служения, собрания, то есть они дают Богу полностью прийти и разобраться в их жизнях, их сердцах, то есть они дают месяц Господу, то есть отделяют. И говорит, когда мы возвращаемся после этого месяца, многие не возвращаются, а некоторые новые приходят. То есть он говорит, я всегда людям говорю, посмотрите другие места, посмотрите других людей. Может быть, Бог вас хочет перемещать в теле, может быть, Бог хочет, чтобы вы увидели то, чего вы не видели, будучи здесь. И он говорит, многие люди перемещаются, я вижу это Божье, я не имею права держать. Я думаю, вау, я такой еще шаббат не видела. То есть он смотрит все из духовной перспективы и дает людям как бы видеть разные моменты, где они должны быть, ну, части тела. И через это они видят и не боятся, то есть есть некая свобода такая. И для меня это, мне очень это коснулось, такая свобода, где реально нет Вавилона, который удерживает, удерживает отношения, удерживает и говорит, ты моя вца, нету такого, то есть он свободен в этом. И то же самое в отношениях, дать свободу и понимать, что что-то Бог совершает, но все равно все в одном теле. Но мы перемещаемся, как мы говорили, как тромбоциты, как клетки, как белки. То есть мы имеем перемещение в теле и нам нельзя удерживать другую клетку и нельзя оставаться с той, которой мы хотим. Надо смотреть то, что Бог сейчас совершает в теле и делать эти моменты. Поэтому Бог, Он выравнивает границы и Он хочет, чтобы мы вышли из всего того, что не принадлежит нам. Поэтому сейчас не период что-то строить, не период себя делать имя, не период лепить кирпичи. Не период человеческим строениям, не период чего-то устраивать. Если Бог не сожидит дома, напрасно трудятся строящие. Это часто слышу от Господа и я молюсь этим часто стихом. И пару дней назад я молилась этим стихом, что если Бог не сожидит дома, то напрасно трудятся строящие. Там написано, напрасно рано встают, поздно ложатся, просиживают хлеб печали, когда возлюбленному Он дает сон. То есть хлеб печали. То есть это откровение печальное, очень. Но иногда печаль ради покаяния дает жизнь. И это тоже важно. Возлюбленному дает свой сон. Сон свой дает в обстоятельствах шторма, урагана, которые сейчас происходят по всей земле. Это классно. А кому-то Он дает хлеб радости. То есть во всем этом хлеб радости. То есть дать место Богу трудиться. И сейчас, если Бог не будет созидать что-то в твоей жизни, то это будет напрасно. Ты и есть страж своей жизни, города своего. И Бог недавно мне сон дал, почему я молилась этим местом в Писании. Я видела домостроительство, царство, и видела страны нации, соединенные в одном доме. То есть Бог показал, как это выглядит в духовном мире. Я проходила через страны и видела, как еще границы не уравновешились. И не было еще границ. Видела там Белоруссию, Украину, Россию, другие страны видела. И видела людей, которые там. И как Бог это все делал определенные границы. И людям тяжело было отпустить определенные взаимные вот эти связи. Они не давали Богу совершать то, что Он хочет. То есть на время важно было отдаться Богу. Я видела также определенные служения, которые построены в Америке. Они начали сокрушаться, они начали рушиться. И не из-за того, что они были плохи, а из-за того, что пришло время и срок годности. И как бы Бог давал ходить по этим местам и смотреть. Я понимала, вот это дальше не может устоять. И это. И нужно было делать новые границы. То есть я видела, как Он поднимал домостроителей Царства. И домостроители Царства, которые не зацикливались на себе и на своих желаниях, на своих пониманиях и на своих чувствованиях, которые могли полностью отдаться Ему. И это начинало отстраиваться в теле Христовом. То есть такие некие моменты. И я проснулась с этим местом в Писании, что если Бог не сожидит дома, дом Божий. И это, знаете, сейчас совершается, всё происходит. И нужно понимать времена, сроки, эпохи. И не сеять тогда, когда зима. Не убирать урожай тогда, когда весна. Не пропалывать урожай осенью. То есть нам надо понимать его сроки. Нам надо понимать его эпохи, которые он совершает. Поэтому туда нам важно входить и дальше двигаться. Когда я, помню, последний раз была в Европе, мы проезжали из Германии в Австрию. И, знаете, так интересно, вот мы проезжаем с Германии в Австрию, и я спрашиваю, когда мы будем проезжать границы, говорю, можете мне сказать, ну, чтобы увидеть? И мне говорят, ну, ты увидишь, там будут стоять так блокпосты. И мы, знаете, проезжаем с Германии в Австрию, как бы уже едем по Австрии, а я не увидела даже блокпостов. То есть границы были размыты. То есть я не видела границ, границ не было. И мы там дальше проезжали в Италию, я наблюдала, а где границы? А как это границы? Ну, как бы, когда я задавала этот вопрос, размышляла, я понимала, что в теле Христу важны границы. То есть у желудка свои границы, поджелудочной свои границы, у печени свои границы, кишечника свои границы. То есть каждый орган, он имеет свои некие границы и клетки, которые там трудятся. То есть я увидела это божественно И если нарушение границ между органами То есть они не будут работать правильно Где вот эта безграничность И Бог хочет туда прийти и определённые вещи делать Сейчас, вот сейчас, я видела то, что было Мы ехали, был момент из Швейцарии И вдруг мы едем, я вижу звёздочки Евросоюза Я говорю, не поняла, что Швейцария в Евросоюз входит И вроде бы то она не входит в Евросоюз Тоже опять эти союзы, посмотрите Определённые сделаны И мне говорят, ну мы сейчас в Германии То есть мы переезжали настолько, что как бы нету границ И можно как бы ехать Я видела, нету границ Но сейчас, сейчас границы все закрыты То есть видно границу Австрии, видно границу Италии Видно границу Швейцарии, видно границу Германии То есть вот эта ситуация, она помогла Поднять, восстановить границы на земле Как и на небе в теле То есть вот эта безграничность, своеволие Васьвасевские, совдеповские мышления Тоже у кого оно всё по-своему То есть оно приходит в правильной границе Бог говорит, что он хочет объявить свободу на земле И во владении, чтобы каждый возвратился в своё племя Но как, если нету границ? То есть у ребёнка чётко есть понимание Это моя комнатка, вот моя постель Я не лажу по постелям родителей Я не делаю вот это То есть он знает свои границы У него есть свои порядки У него есть свои обязательства Он знает их То есть родители дают определённые ограничения ребёнку Если ребёнка не поставят ограничения Он не сможет как бы находиться Поэтому наша задача как бы увидеть сейчас эти границы Которые тоже совершает Господь И это божественно И вы знаете, именно народ Израиля в Суккот А это кущи скиния Давида, да? Суккот Давид, то есть скиния Давида Приносили 70 быков за каждый народ И, кстати, это всё описывается после Вавилонской башни То есть нельзя не пройти падение Вавилона После этого только вход в 70 народов То есть мы идём по плану Божьему Это настолько замечательно И эти 70 быков приносился за каждый народ То есть каждый народ назывался и знался, где границы И там после 11 главы Бутия Там написано за каждый народ Греция написана Как бы там много о Европе написано То есть все 70 народов Все сыновья, которые ишли от Хама, Сима и Афета Они писались о народах И каждое имя народа на иврите Оно обозначало определённое некое послание То есть зачем сейчас это Бог делает Закрывает границы для того, чтобы дать вот то имя То есть открыть имя И я верю, что и для каждого города Для каждой страны, для каждой нации ещё Есть белый камень с новым именем То есть есть ветхий город, а есть новый город Как Новый Иерусалим, сходящий от Бога А это Новая Скиния, вот это Скиния Давида То есть сам Новый Иерусалим есть Скиния Давида И то же самое с городами Вы понимаете, но если не будет границ То не будет и имени То есть оно будет безимённое, безликое То есть и без призвания, без предназначения Многие люди сегодня от этого в пустоте Потому что не понимают своих границ Они смыты эти границы Они посоединяли себя Но они не увидели вообще границ своих И Бог нас туда ведёт Так как у каждого народа своя миссия Своё избрание Своё призвание Своё направление И когда она уходит, приходит путаница А что такое путаница, мы уже разбирали Это Вавилон И многие Всю жизнь С одними верующими А Бог говорит Ну я хочу, чтобы у тебя были границы Потому что ты дал безграничности Тебя грубо Ну используют И ты не делаешь то, что Бог хочет Ты от страха там И не идёшь туда, куда Бог хочет То есть в тело В ту часть тела Как тебе идти в ту часть тела Если ты себя смешал Ты не понимаешь, кто ты То есть ты стёр свою индивидуальность Чтобы пойти туда Где Бог тебя хочет выйти Поэтому написано Да, выйди, отделися Что для тебя кошерно Что не кошерно Что не чисто Что чисто Прилепись к другой части И это, знаете, опять Это сам Бог строит свою церковь Это не мы себя даже лепим Мы пытаемся себя Я прилепил, потому что я так считаю А Бог говорит А я считаю по-другому И вот мы часто боремся с Богом И там видение Там миссия И некоторые ради идеи Идут кому-то Чтобы только реализовать себя Вот я получила откровение Я буду сейчас себе вот тут Всё давать Чтобы там своё Откровение реализовать Слушай, от этого Многие становятся каинами То есть не становятся Они были каины Что такое каины? Это душа, которая не имеет покоя Знаете, сейчас Особенно сейчас Я на эту тему Начала обращать внимание Как бы улицы у нас Ну практически Можно сказать пустые И Я наблюдаю за людьми Которые не имеют домов И Они могут Столько много делать шагов И как бы бегать Вот по улицам Я вижу Им некуда идти Им некуда Негде быть То есть И Они что-то размышляют Что-то думают Что-то говорят Слух И вижу Как этот каин Не имеющий покоя Не имеющий места Он Мчится куда-то Я наблюдала за одним каином И благословляла эту душу Чтобы она успокоилась в Боге Нашлась с Богом И На лбу там написано четко Послание определенное Чтобы никто его не убил Не уничтожил Но он не может найти мир и покой Его душа И Мне Бог показывает То же самое и в теле Христовом Очень много каинов Которые Уничтожают своего брата То есть Дух уничтожают Авеля И его крова Она вопиет от земли То есть От земли этого человека И эта душа Она как скиталец Скитается И не может успокоиться И Там Ну Только Христос нужен Ну самое вот это знаете Послание Каина Что многие люди От того что Сделали карантин Их души не могут успокоиться Они должны куда-то суетиться Что-то бежать Что-то делать То есть Если их закрыть На 14 дней дома У них срывает крышу То есть Они не могут сидеть дома Им надо постоянно Быть в суете Постоянно быть в движении Постоянно совершать Постоянно Это вот это Нескончаемое движение Которое Ну уже не богом Инициировано И бог Знаете Приводит сейчас Народы Страны Вот Вот этот покой Потому что Многие народы Как Каины Они Не имеют покоя То есть Сердце народа Не имеет покоя Сердце нации Не может успокоиться И Это печать Которую Бог сейчас Хочет вывести Так как Печать Вавилона Блудница Написана На челах Народа В нации И бог сейчас Хочет сокрушить Эту корону Как это слово Называется Самодостаточности Определенно Где люди Некоторые Самодостаточные Они все понимают Они всем помогут Они разберут проблемы Но они сами Свои проблемы Не могут признать И назвать То же самое Вот с народами С нациями Где сейчас Знаете Бог успокаивает народы А души народа Все равно бегут Им все равно Не мется Им надо Туда Им надо Туда Им надо Что-то сделать Им надо Это У нас сейчас В Израиле Знаете Штрафует людей На такой 5000 шекелей Штраф За то Что там Выход на улицу И я вижу Как бы Вот эти Ужесточения Все А очень тяжело Ну как бы Каинский менталитет Ему тяжело Остановиться И познать Что Господь Есть Бог То есть Душа Она не находит Место Такие люди Не могут сидеть Как бы Не то что В шабате Карантин Я называю Шабат В покое Им надо Мчаться Скитаться И такой Человек То есть Такая Душа Такой народ Такая страна Она терзаема Внутри А наша земля Покой Это сам Христос Поэтому Знаете Бог хочет Чтобы мы Успокоились В это время Лично Между ним Попробуй Побыть Ты и Бог Это же тяжело Потому что Там Каин Начинает Вылазить И надо Собраться Еще толпой Потому что Ну никак По другому Ну у каждого Своя грань Понимаете Да вылазит В этот момент Но нам Надо идти В ногу С Богом И делать то Что он Сейчас хочет От этого Времени Если снова Вспоминать То для каждого Ребенка Ноя Это мы уже Первой Да и второй Части Как бы Повторяем Эти вещи Это После Вавилона После Одиннадцатой Главы Там идет Описание Уже Народов То есть Народ Это Как дети И Бог Говорит Иерусалим Удаст детей То есть А это Народы И он Говорит Что у каждого Ребенка Ноя Свое послание То есть Это как Личность И свое Избрание И истинные Дети Божьи Они войдут В скинью Давида То есть Вот этот Новый Новое Новосвятилище Небесный Храм То есть Они заходили Там С пальмовыми Ветвями Стояли У престола То есть У каждого Свой пазл В нем И как Важно Здесь Уже Узнавать Это Имя Страны Нации Для того Чтобы Понимать В чем Движется Та или иная Земля Страна Народ Город Как бы У каждого Есть свое Призмание Даже у каждого Поселка Села Есть Своё Послание То есть Есть Своё Имя И как Важно Искупление Имён И как Важно И так же Туда Принести Нам Всё это Бог дал Сначала На себе Это Прощупать Чтобы Потом Внести В народы В страны И в нации И Иногда Вы знаете Хотим Быть Кем-то Сделать Из кого-то Орла А мы Тельцы Мы хотим Сделать Из кого-то Льва А мы Агнцы То есть Тоже Сегодня В теле Нам Надо Понять И стать В своей Границе Чтобы Не быть Не без Как бы Безграничен Бог Да И закон Его Но нам Надо Понять Вот это Границы В теле Часть В теле Потому что Там Откроются И Свои Откроются Функции Правильные Там Откроется Своё Обмундирование Мы Войдём Как Система Организма Например Лимфатическая Система Лейкоциты Я помню Мы как-то Сели С Кузьминым Здесь В Израиле И Я ему Говорила Но В тебе И в Хаиле Очень сильная Грань Системы Лимфатической Лимфы То есть Она Несёт Такую Систему Войны То есть Она Если попадает Какой-то Вирус Бактерия Полностью Делает Оснащение И Нападает И Нейтрализирует Все эти Действия Стирает Стирает Болезнетворные Бактерии То есть Если Сказать Какой-то Другой Например Нервной Системы Ты должна Как быть Как лимфатическая Система Она не Сможет Потому что Она будет Приводить Эмоции В порядок Она будет Привносить Радость Она будет Включать Грусть Как бы Какая Беланхолическая Такая Где-то Система А тут Воинственная То есть Каждый Должен Стать На свои Места В теле То есть Иметь Границы И не Пересекать Эти Границы Но Иногда Когда Бог Вот Мы говорили Делает Превращение Прям Знаете Написано Именно Превращает Одну клетку В другую Один белок В другой Белок То тогда Приходят Как бы Вот эти Моменты Перемещения В теле Следите За вот этими Всеми Моментами Евросоюз Взять Сколько Стран Было И перед Тем Как Коронавирус Пришел Британия Она вышла Из Европейского Союза И я Увидела Как Она Уже Пошла В свою Как бы Часть Территорию В свои Границы И знаете За этим Так Вообще Здорово Наблюдать Потому что Это происходит В теле Христовом То есть Они приняли Такой Законопроект Они приняли Такое Решение Они взвешивали Они видели Они понимали Что им нужно выйти Из Европейского Союза И это Знаете Все идет По плану Божьему То есть И так же Само Мы Мы можем Выходить Из каких-то Определенных Союзов И Все это Как бы Знаете Сейчас Будет Помогать Через Вот это Вослугу Коронавируса Ну Другие Как бы Вещи Наблюдайте Что на земле Происходит Так как Вы будете Небо Через это Понимать И это Не разделение Хотя Иисус сказал Я Приду И принесу Разделение Там между Матерью И дочкой Там между Там И он Рассказывает Вот эти Моменты Разделения Ну Это Не Как бы Знаете Там Сепаратизм Или Каждый Сам По себе Это Это Проверка Для каждого Это Перемещение Для каждого Народы Всего мира Не просто Так Разъединяются Вот эти Границы Вырисовываются Особенно В Европе Потому что Там Как бы Может быть Еще В каких-то Странах Так Есть Но Я Такого Не Видела Как бы Едешь Одна Страна Другая Страна Третья Страна То есть Как бы Это Все В Европе И Нету Как бы Не Было Граница Сейчас Границы Есть Стоят Люди Стоят Пограничники Которые Говорят Нет Туда Вы Не Можете Проехать Это Территория Другого Государства У Нас Запрещен Въезд Сейчас И Думаешь Вау Еще Как бы В декабре Месяц Это Было Свободно Как бы Возможно Сейчас Есть Границы Определенные И Люди Привыкли Что Они А Без Границ Вторгаются В жизнь А тут Они Уже Не Могут Вторгнуться В жизнь Почему Потому Что Есть Граница И Кем Она Поставлена Людьми Нет Богом Здесь Суверенитет Бога Узнаем Лима Или Мы Подумаем Начинается Пойду Напролом Как и Всегда А что А Бог Говорит Трудно Идти Тебе Против Вражна То есть Вы Понимаете Сейчас Меняется Полностью Многие Вещи В теле Нам Нужно Это Прочитать И Прекратить Идти Против Бога Часто Мы Идем Против Бога Молимся Против Бога Воюем Против Бога Но Мы Так и Не поняли Что Бог Совершает Мы Хотим По старому И все А Бог Говорит Все Я уже Поменял Старое Не Обворачивайся Назад Станешь Соляным Столпом Все равно Старое Лезем И Нам Тяжело И Кто-то Может Соляным Столпом Станет И Кто-то Будет Лизать Кого-то Как Соль Поэтому Наша Задача Не Обворачивайся Выходи Иди Бог Уничтожал С Дом Мегаморра То есть Он Будет Какие-то Моменты Части Земли Тоже Уничтожать Внутри Нас Которые Осквернились И Которые Извратились И Может Эти Там Раньше Была Зелень В Доме Гаморра Но Когда Бог Сказал Выйти Оттуда Там И Лоту И Авраам Видел До этого Какое-то Там Было Зелено Это Как Часть Знаете В теле Христовом Часть Души Которая Была Такая Зеленая Благоухающая И Вдруг В этой Сфере Происходит Определенный Бесчастье Безграниц Происходит Там Был Гнусексуализм Там Были Другие Вещи Там Где Не было Общечеловечности Где Насилие Было Извращение И Бог Говорит Мне Эту Надо Сферу Искупить Поэтому Я Пролью Туда Соляной Дождик Серовый И Эта Сфера Она Выжится То есть Там Не будет Как бы По-человеческому Жизни Там Будет Соль Он Насолил Эту Часть Солью И По сути Как бы Он Спас Эту Часть От Смерти Хотя Как бы По-человеческому Посмотреть То Как бы Ее Общение Стало Но Когда Придет Христос Кстати Юбилейный Год Все Возможно Написано Что Потечет Из храма Водана Потечет В мертвое Море И Воду Станут Живыми Пустыня Там Сделается Садом То есть Вы понимаете Что Вот Эту Часть Куска Земли Она Воскреснет То есть Внутри Нас Тоже Есть Вещи Которые Иногда Богу Нужно Туда Полить Серой То есть Спасти Эту Часть Осолить Эту Часть Там Ничего Как бы Не растет Там В воде Нету Никакого Микроорганизма Потому что Такая Концентрация Соли Невероятная Что Как бы Ничего Живого Она Просто Не может Там Устоять То есть Есть Внутри Нас Сферы Которые Мертвые Нам Не надо Воскрешать Их Тотально И воскресни Воскресни То есть Придет Мощия В какие Моменты Придет Христос В какую То Твою Сферу И Придет Воскрешение Но Так Как Ты Даже Не Знаешь Как Оно Пойдет Но Оно Уже Будет Искуплено И Воскресше То есть Понимаете Как бы Есть Разные Вещи Для Чего Эти Нужны Границы И Это Как Было Именно В домик Иго Море Хотя Как Авраам Не торговался За эту Часть Бог Говорит Ну Вот Это Самая Лучшая Часть Я Дам Выйти Как Бы Определенным Частям Которые Ну Лишатся Каких То Частей Не Будут Владеть Ими Влиять На Них И Будет Казаться Может Что Ты Как Каин Будешь Но Придет Момент Они Воскреснут Но Не Так Как Ты Хочешь А Так Как Я Поэтому Нам Надо Дать Богу Производить Знаете Сейчас Глобально В теле Да Вот Эти Моменты Поэтому Уважаем Дальше Эти Все Границы Которые Бог Дает Как Народу Как Нации Без Всяких Превозношений Без Всяких Гордостей Я Когда Вспоминаю Поездку Мою В Азию И Бог Давался Прикасаться С Людьми Как Разными Национальностями Узбеки И Казахи Но Мне Очень Коснулось Момент Когда Несколько Женщин Подошли И Говорили Ты Знаешь Мы Исцеляемся От Того Что Ты Говоришь На Русском И Смотрите Как Головой Это Как Бы Сразу Я Не Могла Вместить Говорит Что Ты На Русском Говоришь Потому Что У Нас Было Очень Много Притеснений Давлений Там Надменности Гордости От России А То Что Ты На Русском Говоришь И То Что Ты Молишься За Нас То Что Ты Обнимаешь Нас То У Нас Происходит Некое Исцеление Что Это Происходит Хотя Они Мне Даже Не Умещали Как Израиль Хотя Знали Что Я Из Израиля Приехала Но Для Них Был Вот Это Первый Момент Я Увидела Как Важны Эти Границы И Как Каждая Часть Земли Может Нести Исцеление В Другую Часть Земли То Тело В Ту Часть Тела Нужно Было Принести Вот Эту Часть Исцеления Которая Именно Показывала И Говорила О Вот Этой Боли Которой Перенесли Народы И Страны Наци Некоторых Очень Касалось Люди Говорили Мы Никогда Не Видели Израиль Такой Мы Думали Что Израиль Нас Сейчас Будет Грузить Законом Традицией Определенными Там Вещами А Ты Совершенно Другая То Есть Как Б Люди Видели Совершенно Другие Грани И Знаете Я Верю Когда Мы Становимся В Определенные Грани Становимся Тем Кем Нас Бог Видел Или Несем Какое-то Ходатайство За Определенную Какую-то Землю То Это Люди Что Именно Должно Вот Так Произойти Я Часто Там Получаю Гибор Если Вы За Меня Помолитесь То Вот Это Там Произойдет И Можно Там Знаете Сказать Ну Поверь Да Будет Твое А Бог Говорит Нет Я Не Посылаю Тебя Туда Потому Что Человек Уже Нарисовал Себе Терафима Идола И Он Хочет От Тебя Получить Как От Бога Помните Написано Вместо Списания И Когда Придут Люди К Пророку И Спросят Слово Пророка Могу Ли Я Ответить При Множестве Идолов Его То Есть Вот Эти Идолы Вот Эта Вавилонская Система То Мы Сами Придумали Себе Определенные Вещи Может Они Не Придуманы Но Мы Уверовали В Туда Заложить Атомную Бомбу Оно Взорвется И Ты Выйдешь На Свободу Но Когда Оно Взрывается Мы Думаем Что Лишен Смысл Всей Нашей Жизни Потому Что Мы Думали Что Не Христос Это Жизнь А Вот Эти Тверденьки Наши Баррикадки Башенки Это И Есть Наша Жизнь Мы Начинаем Страдать Потому Что Это Как Смысл Каждая Нация Она Сможет Принести Исцеление Для Другой Нации И Есть Всегда Чем Поделиться Я могу Как Израиль Поделиться Своей Частью Которую Бог Вложил В нас Как Израиля Но Я Также Могу И Учиться От Других Наций И Других Стран Например Когда Я соприкоснулась От Каждой Страны Я Учусь И Я Вижу Какой Части Нам Как Я Когда Соприкоснулась С Киргизами Я Увидела Столько Почтения Столько Уважения Столько Смирения Я Не знаю Моё Сердце Сокрушалось Это Произошло Через Айбека Я Его Очень Люблю И Я Видела Сколько В этой Душе Смирения И Люди Которые Рядом И Как Сама Киргизия Вот Это Почтение Было Уважение И Я Понимаю Что В Израиле Я Этого Не Видела И Я Увидела Те Части Знаете Когда Соприкасаешься Светом Видишь Те Части Которые Есть Не Свет Когда Соприкасаешься С жизнью Видишь Те Части Внутри Себя Которые Не Есть Жизнь Которые Есть Смерть То есть Когда Соприкасаешься С Вечностью Видишь Те которые еще не вечность внутри вот когда соприкасаешься с каждым народом и нации видишь какие части внутри еще они не преобразованные видишь твердыне с наций которые вошли во внутренности хочется уйти знаете как бы да от определенных каких-то культурных барьеров но с другой стороны понимает есть божьи границы бог хочет приносить свое правление и мы начинаем тогда эти вещи принимать благословляться и сами можем дать кто или иную часть то же время мы можем преломить другие части поэтому нам важно пойти вот это призвание предназначения хотя вот как бы мы как израиль мы еще не понимаем после всех рассеяния вот этих репатриаций своего призвания и миссии хотя как бы бог четко говорит но еще это уместить и это как бы знаете когда все тело начинает входить то тогда все тело начинает и правильно гармоничной работы то есть если есть неполадки в какой-то одной части тела то страдает все тело то есть если один народ страдает страдает все народы и пришла как бы сначала некая массовка и сейчас бог убирает эти массовки то есть неправильное основание для того чтобы построить его божье основание чтобы мы поняли какое мы несем призвание каждая страна и нация несет и можно знаете за другую так страну переживать а в своей не быть и не нести то что бог дал а бог хочет чтобы он тебя посадил от одной крови там где он ты сейчас и он хочет чтобы этой в этой части тут же приносилки части которые он желает чтобы ты приносила нам хочется именно только туда и все по-другому никак поэтому нам надо спрашивать нам надо видеть в этом наши границы в теле христовом не то что мы решили не то что нам навязали а то что бог желает и хочет в это время для нас и иногда это меняется и нужно тоже это признать вместить и повиноваться богу в этом двигаться поэтому она приходит сейчас отделение от границ чужих и и через эти отделения от границ также происходит отделение от границ духа этого мира я вчера очень четко переживала когда молилась вещи где мир в роз в сердца в разуме где человек вольно или невольно он уже сросся с этой системы вавилона и он по-другому не видит и он начинает где-то роптать на экономическую систему которая сейчас происходит у нас больше 70 процентов осталось а людей безработных и момент такой сейчас смотреть на бога но очень тяжело потому что вот эта система мира она настолько врослась а что от кого будет там мое положение от кого будет мое состояние от кого будет моя пища от кого будет мое там питание а мне бог такие знаете другие вещи открывает и я размышляю об этих вещах и понимают что туда сейчас бог хочет тело ввести потому что он хочет чтобы церковь была победоносным голосом он хочет чтобы церк через церковь приходили сейчас ответы на землю он хочет чтобы через церковь вещалось слово жизни и он не показывает именно в этот момент когда много людей остались а без работы много людей в карантине то есть как бы и физически как бы границы отделяется и и что делать что совершать а бог говорит именно в этот момент проявляется мое сверхъестественное вот обеспечение помните что бог сам послал южный ветер и наслал на израиль этих куропаточек курочек летающих и так интересно когда у нас я вам говорила да была буря голда мейер то был южный ветер то есть пришел южный ветер из синая оттуда и как бы мы сразу смотрели на это я думаю какой ветер южный она я открыла слово божие начала смотреть о южном ветре какие южные ветра бывает и увидела что южный ветер он приносит обеспечение божие то есть бог наслал южный ветер эти курочки куропаточки перепела они прилетели были насылаемые ветром и я верю что это определенные ангелы были которые приносили обеспечение для народа израиля то есть народ израиля когда он был пустыне у него не было ни пенсионного фонда у него не было не шопинг-центров то есть но в этот момент что происходило питание происходило и манна падала и курочки южным ветром присылались и написано ноги их не пухли одежда их не снашивалась то есть произошел сверхъестественный разлом и царство божье пришло на землю как она есть на небе то есть в эти моменты происходят определенные сверхъестественные элементы и можно самим заботиться можно дать богу позаботиться и увидеть то что бог совершает и как он совершает помните те моменты когда иисус превращал рыбы и хлеба говорит что в твоих руках есть он делал приумножение помните был момент также когда ученики говорят иисус нам говорят там заплатить определенный налог и не будучи за этот налог говорит там тоже есть свое послание вот пойдите берег реки словите рыбу и в рыбе будет статьи и его заплатить и то есть как бы это приходилось сверхъестественное обеспечение то есть бог начинал идти сверх всего материального и он начал показывать что есть что-то больше чем система этого мира который есть вавилон но иногда бог чтобы было благословение он говорит твое спасение в вавилоне войдите в вавилон то есть нам надо смотреть на это вообще как бы до увидеть другими моментами потому что бог хочет сейчас из вавилона потрясти серебро и золото как он сделал это с египетской системы которая или же тот самый вавилон но иногда бог говорит другие вещи мы их прочитаем чуть позже с книги откровений и нам надо видеть что сейчас это бог говорит то есть он хочет открыть эти грани обеспечения когда по-человечески есть кризис поэтому он выводит из вавилона и все продуманные эти легкие системы этого мира а мелхиседы к новое священство хочет совершенно в другом открыться то есть дать сейчас богу показать сейчас как он хочет совершать то есть бог он вопреки всему здравому смыслу вавилона системы экономической политической он приходит сейчас новыми моментами я верю что это для церкви сейчас один из новых порталов дверей которые бог хочет приоткрыть и показать свое обеспечение и благословение но нам нужно как бы двигаться в том что он и будет приходить свобода и я верю будет определенная манифестация поэтому отделяемся от этих границ вавилона то система этого мира как написано что общего между помните и мой светом велиалом вильзи волом христом то есть есть вещи которые бог хочет убирать и нам нужно не противиться давать убрать систему этого мира даже если она сильно врослась в нас мы же не от мира сего и нам надо нести совершенно другую природу идем дальше оставляем доставляем вот как бы вот эти все вещи которые нас удерживают я сама иногда не знаю что вам не удержит я спрашиваю бога господь пусть вот это будет убрано пусть вот это будет умер тюли но то есть я увидела что меня расстраивает что меня огорчает что я хочу получить они получаются сразу вижу это системы вавилона идет и я это приношу сразу на крест чтобы эта часть была распята чтобы там открылся воскресший христос когда это откроется только он знает сам иисус три дня он еще не воскресал поэтому есть сфера которые они как будто мертвые будут замороженные то есть но придет время они воскреснут и откроется и мавилон это да он он лепит эти кирпичи это человеческое чтобы было все похожее друг на друга как мы говорили это жертвенник это тоже некий жертвенник воскурений который собирается и соединяется как бы ну в одно да и многие хотят переделывать мужа жену церковь народ переделать говорит этому народу надо вот это или вот это как будто мы знаем знаете от от господа это не не всегда послание от господа это наш здравый смысл и я также вижу как часто израиль хочет переделывать церковь под себя церковь хочет израиль под переделать под себя то есть не видя вот эти границы Родители хотят, чтобы дети были похожи на них и делали бы так, как они наставлены. А Бог не даёт нам кому-то ломать или подчинять, или подстраивать под себя. Там, конечно, другие механизмы включаются поддельной троицы. И сегодня тело, очень многое движется в этих механизмах поддельной троицы. И это среди тела Христова и среди служителей, которые определённые вещи могут манипулировать, сарказмом сказать, насмешкой сказать, мечом из-за вели. А могут удерживать определённые вещи. То есть очень много разных механизмов. И со мной так часто хотят это применять, но я не могу это подпитывать. Оно должно умирать. И там уже не будет Царства Божьего, если будет вот этот механизм поддельной троицы. Там и Изувель, Антихрист, Смертиад. И там Царство Вавилона будет. А там нету радости. То есть если Царство Божье – мир, радость и праведность, то Вавилон, там не будет радости, а печалька будет, уныние. Потому что что-то нет у тебя. Где нету шалома, депреснячок. Где нету праведности Христовой и там самоправедность Его. Где постоянно нужно объяснять, излагать нужды. И люди в одеяниях Изавели, они будут всегда ожидать оправдания, объяснения, понимания. Но там не будет этого Духа Божьего. Вот эти кирпичи самолепные будут. И где есть камни Божьи, там не нужно слов. А можно шагать в одну ногу и не думать вообще. И это, знаете, у нас так вкусно, когда иногда движешься и не объясняешь. Даже не то, что с полуслова, а с полувзгляда это происходит. Потому что один Дух. А есть вещи, где надо объясняться. По полчаса сидеть и что-то объяснять. И для меня, конечно, это очень тяжело, когда нужно что-то очень долго объяснять. Когда человек, он где-то зациклен на своём. И другое никак. Только вот так. То есть какая-то плотская грань вот этого Вавилона. И нужно выйти из этого Вавилона. Нам всем надо выходить из этого Вавилона. То есть определённые системы верования нашего, они становятся этим Вавилоном. И там тогда отпадают, знаете, беседы, обговаривания, уговаривания, объяснения. То есть когда приходит глава Христос, то есть всё идёт с главного центра. Это глава Христос, мы тело. А там, где Антихрист, там идёт другое управление от Антихриста. И там, конечно, оно в смерти ад будет. И сама Изавелина, заместь Христа. Но мы идём дальше. Мы не будем сегодня рассматривать систему Вавилона. Именно так, да. Постройки Нимрада или Капища, или Блудилища. Давайте будем именно говорить о вот этом общем, да, о народах, которые он нам показывает. То есть разность, она будет выходить на общий план. То есть именно Божья разность, я говорю, да. И это будет в духе срабатываться. То есть мы будем видеть, вау. Например, как я тогда с Киргизией, я увидела, вау. У меня нет вот такого, как есть у Киргиза, я учусь. То есть я приезжаю в другую страну, я учусь, у меня нету этого. То есть я вижу эту разность, но я от этой разности благословляюсь. То есть я учусь, я даю этой разности прийти и убрать мой комфорт. То есть я не переделаю людей, но я принимаю и учусь от этих людей, которые несут вот эту грань. То же самое эти люди, они видят и могут почтить и искушать грань Израиля, эту часть благословения. То есть помните, тоже написано 1 Коринфянам 11-19, что ибо должны быть у вас разномыслия, чтобы открылись между вами искусные. То есть Всевышний нас делал разными. И мы сейчас коротко посмотрим, как в иудаизме делятся уровни души. Я не буду говорить сейчас о 10 или о 12 воротах. Я сейчас скажу о 5 уровнях души, на которые делится сама внутренность, то есть душа. Я не буду это вот как бы четко сильно расписывать, но я какие-то вещи пробегусь, а для того, чтобы увидеть пятый пункт и увидеть вообще, что совершает Бог. Первый, вот с чего состоит душа, это Нефеш. Нефеш это самый низкий уровень души, он даже есть у животных. Кстати, на 40-й день в утробе человек получает уже эту часть души. Нефеш. У ребеночка есть уже душа на 40-й день. И эта часть, она реагирует на папу, маму, окружающий мир. Но там мое поверхностное я. Со своими желаниями, со своими хотениями, со своим мышлением, со своим пониманием. И многие, кстати, остаются с этим Нефеш на всю жизнь и живут только Нефеш. И другой части нет. Более высокий уровень, это моя духовная жизнь, это руах. Совсем немного людей, личности духовные, даже те, которые все называют духовные, несут таковы. И не совсем иногда можно найти один язык. Духовному человеку, так как Нефеш, много доводов имеет правильных, правильно продумывать, правильно объяснение. Это сильная воля, которую, когда мы говорили, Яков, который был, и Бог его коснулся личности, и эта личность начала прихрамывать. То есть духом прикоснулась к плоти и пошла плоть подхрамывать. И порой мы как бы, да, прихрамывать можем. И это тоже там, ну, вавилончик такой. Но мы не будем идти дальше. Первый Нефеш. Второй Руах. Дальше идёт Нешама. Это уже высокий уровень души. Нешмат Хаим это то, что Бог вдохнул человека. Не буду описывать, это целая тема Нешмат Хаим. Но это уже высокий уровень души. Но будем дальше идти, не будем сюда в это измерение заходить. Эти три вещи, они могут быть в человеке. То есть они живут в человеке, они могут открыться в самом человеке, будучи ещё на земле. То есть эти грани, они могут открываться. Следующие два, мы посмотрим, они уже вне человека. То есть мы же посажены на небесах, во Христе Иисусе. То есть мы и в разных измерениях. И этот элемент, он уже как бы находится вне измерения нашего понимания на земле. Хая это источник моей жизни, это часть уже души, как бы, да, она не на земле. Это четвёртый уровень и самый высокий. Вот для чего я так коротко перечислила, чтобы прийти к этому уровню. Самый высокий уровень души, это их еда. То есть это моя индивидуальность в нём. То есть вот это белый камень, новое имя. То есть мы можем открываться. Когда мы познаём эту грань, мы можем открываться. Но многие неумершие христиане путают это часто с эгоистической участию нефеш. То есть моя индивидуальность. И говорят, ну принимай такой, как я есть и всё. То есть как бы это не грань Христа открыта. Но это грань твоих ещё талантов и даров земных. Но ещё не небесных. И эта вот часть, именно вот эту часть всегда хочет сломить Вавилон и Поддельная Троица. Как бы вы до себе там зафиксируете. Есть Вавилон, есть Поддельная Троица. Там будете молиться, уже спрашивать, чтобы Господь эти вещи убирал с вашей земли, с вашей нации, с вашего народа. Потому что это как бы важно, чтобы каждая земля, она вышла из вот этого влияния и пришла Божья свобода. Но что мы сейчас это перечислили, это есть и у народа. То есть народ это личность. У народа есть сердце, у народа есть душа. То есть душа она тоже имеет грани. И эти части как бы нам важно войти, чтобы был вход. И вот эта именно ехейда, она и есть Божья индивидуальность в нём. То есть это именно та частичка тела Христа, которую Он имеет для тебя. То есть ты имеешь это для Него. То есть это как бы едино становится в нём. И Он хочет это открывать, и Он хочет это высвобождать через твою жизнь. И мы будем именно сейчас смотреть вот именно вот эту часть ехейды. И зачем столько людей, когда мы будем одинаковыми быть, если мы будем все как зомби в матрице. Помните, каждый как бы ходил как одинаковый вот этот агент. То есть всех превращали под что-то. Представьте, все в теле сплошной один желудок. И это то, что сегодня делает система этого мира. Она хочет сделать всех людей одинаковыми. Вплоть от садиков, от школ. Как бы есть определённые системы. Только вот так и всё. То есть дети не могут некоторые развиваться так, как они есть. То есть определённые рамки системы. И это тоже вошло и в тело Христово. Где если ты не такой, то ты как бы не можешь быть. Но Бог говорит, дары различны, а дух один и тот же. Служения различны, а дух один и тот же. То есть мы все различны. То есть вот эта разность, она показывает, какой различный Бог. То есть какой глобальный Бог. Какой масштабный Бог. Какой элильон. То есть высокий, превознесённый Бог. То есть он настолько великий. То есть и мы все части его, что мы не похожи. У нас даже у всех ДНК разная. И как это на пальчик, отпечаток, отпечатки пальцев у нас даже не одинаковые. То есть нету никого. Представляете, когда мы все хотим, чтобы все были одинаковы. Только вот такая наша динаминация. Или только такой наш союз. Или ещё что-то. То есть понимаете, человек, он не может открыться вот этой грани ехиды. Но тогда творение идёт против Творца. То есть не даёт Творцу открыться. Через кого? Через Личность. А кто такая Личность? Это храм, живущий в ней Духа Святого. То есть скинья Давида, живая, новая, нерукотворённая человеками. Там внутри. И представляете, что это получается? Это грань Антихриста. То есть вот этот Вавилон, который разрушает человека, чтобы он не был таким, как его создал и сотворил Бог. И говорит, ты должен быть такой, как мы. То есть как вот эти кирпичи, сделанные из глины. И мы с тебя сделаем кирпич из глины. Мало того, мы сами иногда делаем своих детей кирпичом из глины. Мы можем сделать свою жену кирпичом из глины. Потому что она не такая, как мы. А Бог говорит, я тебе дал специально так, для того, чтобы вывести тебя из твоего же Вавилона. И мы пытаемся там родителей делать так. Мы пытаемся друзей делать так. И это, ну знаете, на всех уровнях может проявляться, как мы хотим. И мы начинаем, почему мы раздражаемся? Я часто задаю вопрос, почему я часто раздразилась? Потому что этот человек отреагировал не так, как я. Что бы мне отреагировала система Вавилона? То есть как бы разность человека, она во мне некую угрозу сделала, что кто-то мыслит не так, как я. Вы понимаете, как бы, но нам надо смелыми, как бы, называть эти вещи, да, в самом себе. То есть и давать открыться их идея, как бы, и в наших детях, и в наших родственниках, мужьях, женах, в церкви, в нации, в народе. То есть как бы, чтобы молиться глобально, нам надо, ну, увидеть вот эту цепочку, как молиться и как высвобождать эти части, чтобы не быть одним желудком, понимаете? Чтобы, для чего? Для того, чтобы мы вошли в надел свой, и потом могли переходить правильно, чтобы Бог нас переводил в теле Его. Но система этого мира, к сожалению, она вошла на уровень, как бы, и тела, и Бог, Он выводит нас из границ, не Его границ, чтобы потом ввести в Его наделы, то есть Христовы вернуть. Откровение, 18 глава, я вот думаю, читать, не читать, давайте мы прочтём это. Господи, пусть это слово, оно произведёт у нас твою работу. Я не буду его интерпретировать, но я думаю, это надо нам, знаете. С 4 стиха по 19. Это для нас, для наших земель. Нам надо это, знаете, читать в наших землях, отобрать слово и читать в нашем городе, там, в селе, посёлке. Надо читать в нации, в стране, вот для страны это прочитать, то есть и для себя прочитать. Прежде всего, конечно, да, вот как там, ну, с собой работать, я помню, мы работали, брали места списаний, прям там по Исаии, пал Вавилон, там, и провозглашали, пустите, направьте луки, стрелы. То есть мы сначала это в себе разбирались, потому что был момент, мы вышли за Израиль постражаться, потом долго лежали. Почему? Ну, Вавилон в себе постреляли, и были очень многие вещи вавилонские внутри, мы такие герои, не хотели разобираться с территориями внутри себя, которые принадлежали Вавилону, но пошли против Вавилона. Конечно, это постреляло внутренность нашу, поэтому, ну да, прежде чем работать, как бы в себя заглянуть, ну, это потом направлять и внешне, чтобы приносить свободу, а в этом любовь Бога. С 4 стиха по 19, Откровение, 18 глава. «Я услышал иной голос с неба, говорящий, выйди от неё, то есть от системы Вавилона, мой народ, чтобы вы не участвовали в её грехах». То есть сейчас нас Бог выводит из системы «Смотрите Вавилона», чтобы мы не участвовали в её грехах. Многие безработные стали, многие не имеют каких-то границ, некоторых перевозят, то есть выйдите, чтобы вам не подвергнуться её язвам и грехам, ибо её грехи дошли до неба. Помните, за Содоми до Мора, Бог услышал и сказал, грехи дошли до неба. И Бог вспомнил о её несправедливости. Воздайте ей так, как и она воздавала вам. Вдвое воздайте её по её делам. В чаши, в которой она приготовила вам вино, приготовьте ей вдвое. То есть нам Бог это даёт сейчас совершать на своих землях. Это для земель, это для вот этой системы глобальной. Но сначала, да, и в локальной надо разобраться. Сколько она славилась и роскошествовала, столько воздать ей мучений и горести. То есть и придут и мучения, и горести. Но в этом суд будет Бога над Вавилоном. Ибо она говорит в своём сердце, сижу я царицей, я не вдова, то есть антихрист не погиб, и не увижу горести. Зато в один день придут на неё все казни, и смерти, и плач, и голод. И будет, смотрите, да, перечисляется, как Бог будет разбираться с городом Вавилона. Не с детьми, но с городом Вавилона. И будет сожжена огнём, потому что силён Господь Бог, судящий её. И цари земли, посмотрите, сейчас о земле. Цари это президенты, премьер-министры. И цари земли, блудодействующие и роскошествовали с ней. Иногда мы вообще туда не смотрим. Мы думаем, что жизнь только заключается. Верующий ты или неверующий. Слушайте, Бог смотрит намного шире и глобальнее. И нам нужно видеть шире и глобально. Цари земли. А нам надо сюда и благословлять цари земли. Блудодействующиеся роскошествовали с ней. Будут плакать, будут рыдать о ней. То есть о Вавилоне, о системе. Система рушится. Что делать? Как выплачивать зарплаты? Как выплачивать то, когда увидят дым от её пожара? То есть сгорит это всё. Стоя издали от страха. Её мучений и говоря. Горе, горе тебе, великий город Вавилон. Крепкий город. То есть системы этого мира, они рухнут. Ибо в один час пришёл твой суд. Ёмки-пур. Посмотрите. Вот вам и юбилейный годик. И купцы земли будут плакать. То есть закрыли все рынки, закрыли все малые бизнесы, закрыли все. Будут плакать и рыдать о ней, потому что их товаров никто уже не покупает. Золотых, серебряных товаров, драгоценных камней, жемчуга, и полотна, и пурпура, и шёлка, и багреницы. И всякого благовонного дерева, всяких изделий из слоновой кости. И всяких изделий из дорогого дерева, из меди, из железа, мрамора, корицы, фемиама, мира, ладана, вина, масла, муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и человеческих тел, и душ. Представляете, даже это продаётся. Господь, сохрани. И плодов, угодных тебе, для твоей души не стало. Не стало. И всё тучное и блистательное удалилось от тебя. Все вошли в карантин, никто больше не может находиться в Вавилоне, потому что Бог в себя вводит, назад возвращает. Ты уже не найдёшь Его. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от неё, станут вдали от страха в её мучении. Даже Бог людей уведёт, потому что Он любит людей, Он за людей умер. Плача, рыдая, говоря, горе, горе тебе великий город, одетый в полотно, пурпур, багреницы, украшенную золотом. То есть Вавилон, он тоже украшен золотом, Небесный Иерусалим золотом, да. И этот, смотрите, Вавилон, то есть это два города. Надо с одного города выйти в другой город. Прогуляться и вернуться назад домой. Драгоценными камнями, жемчугом в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все моряки, и все торгующие на море встали вдали. Смотрите, все встали вдали и видят дым от её пожара. И его запили, говоря, какой город подобен великому городу. И посыпали пепелом головы свои, и кричали, плача и рыдая, горе, горе тебе, великий город с драгоценностями, которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. То есть сейчас карантин, он, это средство вывести людей божьих из Вавилона. Он сказал, выходи, выйди от неё, народ мой, чтобы не участвовать тебе в её грехах и не подвергнуться её язвам. То есть бог выводит сейчас людей из Вавилона, из этих определённых систем. То есть многие не могут определённые вещи сейчас получить или заплатить, потому что всё, как бы эта система, она как карточный домик рухнула, и все за голову хватается. Экономика, кризис. И в этом виде, ой, что делать кризис? Слушайте, это выход из Вавилона, но мы настолько привыкли жить в Вавилоне, как евреи в рассеянии, они жили в Вавилоне, и много псалмов, они написаны из Вавилона. То есть они уже не знают, как жить вне Вавилона. То есть вот эти все духовные прообразы, это для нас сейчас этого физического, но и духовного, конечно, что бог выводит. То есть сначала этот Вавилон, он должен, мы должны выйти из этого города Вавилона, из этих стандартов мышления, идеологий своих. Не бойтесь выходить из системы этого мира. Если нужно посидеть в карантине, то есть это выйти в Царство Божие. То есть пусть будет это благословением, как мы вот говорили, что бог хочет именно в это время открывать сверхъестественное обеспечение. И здесь нефэш не очень этого поймет, первая часть души, потому что ну как это, мыслить логикой, от Вавилона я получу, от бога как я могу получить. То есть да, даже смешно, мы как бы верим богу, но мы настолько, у нас есть атеизм вообще, иметь благословение, бог говорит ни о чем не заботиться. Как это будет? Но бог хочет тебе показать, как это будет. То есть он хочет открыть эти грани. И я верю, что знаете, как в Песах бог говорил с народом, вот сейчас этот стих и для нас. Исайя 26, 20. «Ступай же, народ мой, возвратись домой, в жилища свои, затвори за собою двери, укройся и пережди немного, пока не утихнет гнев его». Его с большой буквы. То есть он пошел против Вавилона, который брал детей в рабство, в плен. Помните, юбилейный год, 26 левитам написано, выпустить тоже измученных на свободу, то есть объявить рабам свободу плененным, заключенным. И даже физически сейчас дать с тюрем, выпускает определенных некоторых людей. То же самое сейчас бог выводит и духовно своих людей из рабства Вавилона, из определенных систем, которые не могут выдержать напряга божьего и его прикосновения. Можно увидеть, а это экономика, кризис, но не увидеть в этом, что бог делает определенный суд за своих любимых детей. И этого не надо бояться, потому что скоро бог тебе скажет, попроси то и то и забери это, потому что это принадлежит тебе. А еще есть такое, знаете, лекарство там, где она наплодила. Ведь Вавилон тоже имеет очень сильно открытый плодородный канал. Псалом 136, 8-9. Дочь Вавилона, значит, и мать есть, да, там ее отец. Опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, представляете, он говорит, бог говорит, блажен. В Нагорной проповеди Иисус, да, говорит нам, когда мы блажены. А и здесь тоже это слово употребляется. Блажен, кто возьмет и разобьет твоих младенцев. А камень, то есть, а камень есть, он сам Христос. И это мысли, это твердыни, где мы привыкли видеть через призму какую-то, гуманизма, тоталитаризма, плотской душевности. Это важно разбить, а камень Христа. То есть, это еще нужно абортировать внутри, в мыслях, в определенных твердыней. Там, где что-то не двигается, там, где что-то не решается. Возможно, есть там плод, Вавилон, внутри мозгов. И это нужно разбить, а камень Христос, то есть, а слово Божие нужно разбить. Через слово Божие нужно разбить. И это юбилейный год, чтобы потом через Дух Святой, как во время Пятидесятницы Шавуота, соединиться с ним в одни мысли, в одно сердце, под одной главой Христом. То есть, уже единство будет основано не на Вавилонской системе, а основано на другом, на Царстве Божьем, на механизмах, направлении Царства Божьем. И это о юбилейном году, чтобы потом через Духа Святого все это соединить. И это, знаете, такое благословение, ну, перед тем, как соединиться Божие, оно должно разбиться, а не Божие. И это он сейчас делает, он сокрушает горшечники, сокрушает старые горшки для того, чтобы потом вылепить совершенно новое, ну, то, что по праву должно быть. Идеологией в Вавилонской башне никогда не была целостность человеческой души. В одном из мидрашей описано, что пока строили вот эту Вавилонскую башню, с ней очень много падало людей. И они были, люди были как только ресурсы, они не были ценностью. То есть, сегодня у многих люди ресурсы. Я помню, когда-то спросила, какой самый большой ресурс церкви, и когда я услышала ответ, люди, знаете, я чуть не рухнула. Люди это не ресурсы, люди это ценность Божья. И в Вавилоне именно ценностью становятся люди. И это страшно, но люди не могут быть ресурсами, это ценность Божья, венец творения. Но если кирпич падал от Вавилонской башни, там были большие кирпичи, которые они делали, там не были такие кирпичики, как мы привыкли видеть, домики обкладывают. Там другие были кирпичи, они были намного побольше. Если падал кирпич от Вавилонской башни, все плакали, говорили, ну кто же нам теперь его поднимет. То есть, система ценностей, она изменилась. То есть, важна не сама жизнь, а важна вот эта система неоживотворенности. Вавилона, то, что хочет усилиями своими человеческими пробить небо, усилиями, а не царством Божьим, которое открывается. То есть, эта стройка, она стирает ценности человеческой жизни, то есть Вавилон. И такое объединение строится на жертвах, на душах, на крови человеческой. Но Божье соединение, когда устанавливается связь даже с непохожими на нас. У меня, как бы, в моей жизни люди, непохожие на меня, я думаю, почему ты меня окружаешь с такими людьми непохожими? Он говорит, чтобы гомосексуализма не было, это раз. То есть, когда похоже, это да, гомосексуализм. То есть, я тебя окружаю непохожими, потому что ты находишься с разными органами в теле, я тебе показываю, насколько я различен. То есть, я хочу это познавать, и люди такие различные. Иногда я не знаю, как себя даже вести, но в этот момент открываются другие ниши внутри меня, которые бы не открылись, а с похожими со мной. Потому что это меня уединит, отдалит от всех непохожих, и я не смогу открыться, как та, которая видит меня Бог. А Бог Иерусалим соединяет с народами, странами, нациями, а это непохожесть. То есть, все народы имеют разные призвания, предназначения, имеют разные культуры, имеют разные вообще понимания. У всех своих, как бы, Богом вложены определенные грани. Это нужно вместить вообще разность. И это дар, когда мы вмещаем разность и общаемся не с подобными, а с разными. Это обогащает, то есть, это дает соединиться. Мне хочется, конечно, общаться, как Иерусалим, Израиль, именно с разными, так как в этом благословение есть. Но сейчас время духовного, душевного, физического карантина. Поэтому, как бы, та часть, которую Бог дает, она важна именно в соединении с Богом и всем вещами, которые мы выше говорим. И в прошлой части нашей рамки этой картины говорили и этого пазла Вавилона. Одного из пазлов, их очень много, но увидим. То, что Бог скажет, высвобождать. То есть, высвободится, нет, значит, будем тут вместе носить это. Ну, будем видеть, какие части надо будет высвобождать. То есть, вот эта вся стройка Вавилонская, она стирает эту ценность человеческой жизни. И тогда оно строится все на жертвах. И это очень страшно. Сегодня очень много на жертвах человеческой крови. Строится, и Бог этого не хочет. Он не хочет, чтобы в жертву приносилась человеческая кровь. Была принесена одна кровь, и этого достаточно. Это совершенная была жертва. И как бы нам важно вот эту связь держать с непохожими. Потому что мы, никто из нас не является самодостаточными. Поэтому у нас есть чем поучиться у всех. И если взять, например, тот момент. Скиния Давида. Вы знаете, это кущи. То есть, это постройка такого домика из деревьев, как бы сверху. То есть, ну, эта куща, она должна строиться с разных деревьев. Если кущу строят с этих, как это, веточек декеля, пальмы. Если это с пальмовых веток делается, то скиния Давида, она строилась именно с разных деревьев. То есть, в этом было такое Божье послание, что непохожесть, это народы, это нации. Не должно быть одного дерева, но должны быть разные деревья. То есть, разные грани акации, гранаты. То есть, все ветви, которые можно будет положить, они именно олицетворяли эту скинию Давида. Главное, можжевеловый куст не вносить. Господи, кто-то еще и можжевеловый куст в теле. Ну, тоже, как бы, у него есть эффект. Если в малых дозах, то есть, в правильных дозах, он несет правильное снотворное действие. Поэтому, да, у каждого своя, как бы, часть. Как и и змей. Он несет отраву, а капля исцеления несет. Поэтому, да, у каждого своя грань и мера того, сколько он может в теле высвободить свои грани. Главное, не переборщить, чтобы не было смертей. Это тоже такое послание и насказание. То есть, скиния Давида, она должна быть различна. И многие сегодня люди, знаете, они не вписываются. Не вписываются, так как определенные люди, другие ранние решили, какие формы могут находиться в организации. Но тогда это уже не будет организмом, да, телом Христовым. То есть, должно быть настолько все различно. И тогда соединиться эти две маслины. Дикая маслина, природная маслина. И другие деревья могут соединиться. То есть, другие народы могут войти и быть благословением скиния Давида. И Бог, он сказал, что он восстановит эту скинию Давида. То есть, это он сам делает. И я верю, что через то, что есть граница сейчас для народов, это уже приготовление скиния Давида. То есть, он готовит народы. А как можно сказать, что это акация, если это дерево, оно даже не понимает, где оно растет. Оно везде, как перекати поле. Уп, покатилось. Перекати поле нельзя на скиню Давида положить, потому что его опять перекатит ветром в какое-то чужое поле. И оно не знает, где его поле. Поэтому нам важно увидеть сейчас свои границы. Я тоже сейчас, знаете, через то, что мне Бог определенные вещи отрезал, обрезал, но я сейчас открываюсь в той грани, где он. То есть, он открывается во мне. Я смотрю, я наблюдаю за этим. Какие-то вещи более понятные, какие-то вещи я не понимаю. Но я не спешу, я даю жить эту часть, я даю ему открываться и вскупориваться тогда, когда он хочет и как он хочет. Поэтому я даже какие-то вещи не строю, потому что сейчас не время строить. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Есть время строить, а есть время разрушать. Сейчас еще время для разрушений. Поэтому пусть разрушается все то, что пришло. Время разрушиться. Так как я видела и в сне в последнем о домостроительстве, что многие вещи, они устарели, они не могут устоять. Они должны быть разрушены, сокрушены. И нельзя их удерживать. И я подняла руки, и ничего сейчас не держу, не делаю, не строю. Потому что это его время совершать. поэтому наша задача понять обществе не у Давида это одна из частей это все были разные деревья то есть Эдем это уже был прототип про образ скиньи Давида то есть разные деревья каждый плод приносил каждое дерево приносило плод во время свое то есть у каждого дерева был свой плод и это был Эдем и это был совершенно разный сейчас это Бог все совершает и все утверждает Поэтому нам, следующая наша будет точка, это будет скиния Давида, это будет вот эта разность народов, когда Иерусалим, Израиль, он будет соединяться с разностью народами, поэтому нам важно расширить свое сердце, чтобы оно принимало разность, и не то, что мы хотим, я только хочу вот так, или иногда как бы едем куда-то, а можно сидеть вот там в машине с Деборой? Нет, нельзя, не может все сидеть с Деборой, как бы, и здесь нужно будет соединяться с народами, и Бог какие-то вещи, Он не даст именно так, как я хочу, или так, как другой хочет, потому что будет все так, как хочет Бог, а не так, как Он хочет, поэтому Он открывает свою скинию Давида, и Он будет сейчас убирать все то, что соединялось не на Духе Святом, всякий контроль, недоверие, выяснение, объяснение, Он сейчас это будет стирать, потому что деревья Он в своем саду сам насажит, Бог открывает сейчас нас любовь, которая не ищет своего, от головы Христа будет все видно, будет все понятно, не нужно что-то будет доказывать, оно сам будет, через гипофиз, гипоталамус, Божий, небесный, проистекать на все тело Христа, и нету ни одного народа, который бы не нуждался в другом, если мы с десятью человеками боимся разности, то что будет с десятью народами, а что будет с семидесятью, если Бог благословил и семьдесят народов, и Он хочет их собрать всех в скине Давида, с разными культурами, с разными взглядами, языками, с разными пониманиями Бога, а у нас, если кто-то несет не наше понимание Бога, это подвергается уже жизненным условиям, как будто на нашу жизнь выступили, мы готовы свою деноминацию отстаивать, а тут вообще разные еще понимания, это нужно будет, знаете, вместить в себя очень серьезные вещи. Я помню, как я раньше не могла Китай вместить в себя, хотя у меня сейчас такая любовь, но я увидела, что я не могла вместить коммунистическую вот эту систему, а это же был Вавилон, и когда я отделила Вавилон от Китая, я влюбилась в Китай, потом любовь начала расти к другим народам именно в разности, потому что разные понимания. Я очень часто нахожусь не с пророческими людьми, и я рада, что Бог меня именно взращивал не с многими пророческими людьми, то есть моя грань оттачивалась с разными гранями, то есть меня не могли вмещать, не могли понимать, и это очень здорово было, потому что через это я могла понимать разные грани, видеть благословение, и очень многое время находилась они с подобными себе, и это взращивало также мою внутренность и помогло не войти в некие лесбиянства, гомосексуализм духовный, поэтому каждый он значим, и от каждого есть чему поучиться, как от человека, как от народа, и это очень важно, если вас помещает Бог под одной крышей с разными, благодарите Бога, в этом его благословение для вас, и там свобода от надменности, от гордости будет, а если мы будем говорить, что все люди одинаковые, это ведет к пренебрежению человеческой жизни, народа, нации, так это против Бога нас выводит, незаменимых нету, и это знаете, как бы твердыня Вавилона, как я часто с этим сталкивалась, то есть люди это не масса, это не человеческий фактор, и в таком месте, как человеческий фактор, и личность теряет очень быстро свою ценность, и как бы это было в Советском Союзе, и эта часть она выносилась, ой, незаменимых нету, найдем, то есть как бы, ну, вычеркнулась вообще индивидуальность, вот эта ехида, которую именно Бог дал, не с нефиш, а именно с ехиды, как бы с вот этой грани души, и нам важно вот эти, знаете, моменты видеть, и если это внутри нас, есть то, как мы относились, знаете, к людям, это вот эта система Вавилона, которую Господь освободил, да, на крест, то есть выведи из этого надела небожьего, то есть из надела Вавилона, в котором я жил, жила, потому что там нету жизни, там нету свободы, и мне на самом деле нужно переход в Царство Божие, в этой области, в этой сфере, в этой части мышления, в этой части реакции, как бы, ну, нам надо самим, да, перед Богом это признавать, чтобы потом идти в народы, потому что не цель зацикленность на себя, а цель именно, да, увидеть это в соединении. То единство, и то объединение, которое царит в мире сегодня, оно закрывается Творцом, чтобы открылось новое, очищенное Божье единство, именно через Мессию Иешуа, Бог не приемлет тех наделов, что сейчас, то есть вот эти наделы Вавилона, частичка надела Вавилона, частичка надела Царства Божия, и именно в юбилейный год происходит выход из вот этих небожьих наделов, просто в нашем понимании юбилейный год это ромашки, это звездочки, то есть у нас что-то было другое, но он приходит и расширяет, и будет расширять наши границы, нашего мышления, нашего понимания, то есть сейчас Творец возвращает людей к себе из Вавилона, вот как евреи выходили из Вавилона, было несколько рассеяний, пленений было, когда выводили людей из Вавилона, иногда Бог сам говорил, Сидеки, там, выйди в Вавилон, и твои дети там пойдут в Вавилон, а он противился идти в Вавилон, то есть говорил, не хотел идти в систему этого мира, то есть Бог говорит, у тебя там будет благословение, там будет твое спасение, а сейчас смотрите, что Бог делает, он многих выводит, а многих оставляет еще там и говорит, а вы должны быть там, потому что я через вас буду делать определенные суды по Вавилону, бить по Вавилону, чтобы пал Вавилон, великая блудница, то есть, да, вот сейчас именно Творец, он возвращает людей к себе, к своему определению, к своим корням, Европа к Европе, Азия к Азии, то есть я говорю о континентах, то есть и нации к нации, Сербии к Сербии, Украина к Украине, Израиль к Израилю, то есть почему репатриантов очень много, то есть Израиль должен вернуться, Израиль должен выйти, то есть посмотрите, многие из израильтян держатся, мы очень много как бы молимся о том, чтобы евреи вернулись назад, то есть чтобы произошли репатриации, и Бог сказал, я сначала пошлю рыболовов, а потом пошлю охотников, и они уже погонят, то есть сам Бог хочет, чтобы вот эти границы выровнялись, как и в нашей жизни границы, каждая сфера должна быть выровняться, и в отношениях границы должны быть построены Божьи, то есть и это должно построиться в странах и в нациях, чтобы дальше определенный план и замысел, он мог состояться Богом, данный к народам, к нациям и странам, чтобы каждый открылся в той части, которую видит сам Господь. И сейчас Бог возвращает людей к себе, определение возвращается, корни возвращаются, континенты, страны возвращаются, собираются в свои границы Богом установлены, и оказывается у всех есть границы, и все должны встать туда, где Бог поставил, и все закрываются друг от друга, но это Божье, все это должно стать в Божьи пазлы, это больше, чем борьба с вирусом, вирус это вообще слуга, который исполняет и думает, как люди идут против меня, то есть не видят Бога, даже вирус больше верит в Бога, чем верующие некоторые верят в Бога, что это делает Он, с нами Бог говорит через все это, и наше объединение, наше единство, наши границы произойдут только от Него. Именно через это мы видим, где Италия, где Ухань, где Китай, где испанцы, где, понимаете, мы видим сейчас границы, мы никогда не знали об Ухане, например, я не знала, что есть в Китае Ухань, я другие знала города, за которые там молилась, или какие-то определенные вещи, слышала я, соприкасалась, но за Ухань я не знала, но через это мы увидели границы Ухани, которые были закрыты, другие города, которые были там, то есть увидите, все сейчас строится на границах, это Божье, он наконец-то вырисовывает Божьи границы, и все закрываются друг от друга, все вот это должно становиться в пазлы Божьи, это больше, чем вся эта борьба с вирусом. Есть мужчины, есть женщины, и вряд ли мы увидим сейчас в ближайшее время гей-парады. В Иерусалиме как бы назначались там Тель-Авиве, снова назначались гей-парады, но они все отменились, и мы их не увидим в ближайшее время, то есть земля очищается, никто не выйдет, тьма, она вся под Богом, свет, он весь под Богом, то есть все, что сейчас происходит под Богом, Богом, и никому в голову сейчас не придет об этом даже. Наша земля вошла больше, чем в Шаббат, это вход в юбилейный год, это выход из Вавилона, сейчас все сотрясается, сокрушается, и будет еще больше сокрушаться, но в этом Бог производит суды над Богами, и мы их не видим, но некоторые так поклоняются, что даже не видят этих Богов. Мы в начале всех этих вообще процессов, это только начало, и объединения не будет за счет стирания границ человека, за счет стирания народа, за счет стирания нации, за счет стирания страны, пробуждения, когда приходили, была четкая страна и нация, то есть были границы определенные, и мы не можем приписать всем единый взгляд на все, все проекты Вавилонской башни накрылись. Еще упадет пару ерихонов в земле, ерихоны тоже должны рухнуть, пару фараонов, колесницы будут еще так потопляться в водах Божьего Слова, и в водах вот этого цунами, который он сейчас поднял, в прошлый раз я делилась с этим сном, что воды все поднялись в огромную волну, то есть эти волны, они для колесниц фараона, где многие погибнут, но наша задача выйти над всем этим, Бог выведет свой народ, он поднимет свой народ, воды эти разойдутся кризиса экономики, мы будем идти как по суху и будем видеть через это чудеса самого Господа, и фараоны, которые удерживали народа, они и там потопятся, то есть в этих водах жизни, это сами воды самого Господа, народ Божий выходит из Вавилона, из Египта, из этого Мицраима, который узость такого делала для народа, узость мышлений, узость вот этих твердынь, хождений, подавления детей Бога, Бог за своих детей, даже там, где они болеют, когда ваш ребенок, вы ему говорили, не кушай там что-то холодное, или не выходи, куда ты заболеешь, а твой ребенок это сделал, ты же его не перестаешь любить, ты его лечишь дальше, то же самое с Богом, сейчас многие авирусили себя болезнью Вавилоны, но это не означает, что Бог перестал любить своих детей, он дальше лечит своих детей, он дальше вычесывает своих детей, он дальше берегает своих детей, потому что он папа, он отец, он родитель, он не может по-другому, и он идет судиться с этими вирусами, Вавилон это вирус, который атаковал его детей, причем в глобальном ракурсе, люди видят коронавирус, на слугу Бога говорят, что это вирус, а на Вавилон говорят, что ой, крушится экономика, то есть видите, как бы извращение такое произошло, как в римлянах написано, превратный ум, то есть у многих стал превратный ум, и нам надо освобождение от превратного ума, то есть мы называем черное белым, а белое называем черным, то есть мы уже перестали даже различать, то есть у нас такая амнезия произошла, дальтонизм духовный произошел, то есть у нас другие болезни духовного плана и духовного уровня наступили, И Бог нас хочет освободить от этого. И то, что сейчас происходит, он говорит, детки, нужно ввести ваши тела в карантинчик юбилейного года, в шабатик, для того, чтобы я освободил вас от систем этих болезней, этого мира, для того, чтобы дал исцеление. Но для нас исцеление подобно болезни, а болезнь подобна для нас другим вещам. То есть у нас парадигма мышления, она стала совершенно иной, другой через вот это мышление, которое он описывает. То есть взятый ум, такая путаница в уме, а путаница, как мы сказали, Вавилон. То есть Вавилон сделал путаницу в нашем разуме. И он сейчас это очищает. И нам не нужно всех под одну гребёнку каждый народ загонять, обвинять в постах, в комментариях, что церковь и люди не делают что-то, что по твоему мышлению подходит. Слушай, над всем Бог. Все разные. У каждого народа по-своему будет реакция. И над этим тоже Бог. И пусть уважение не упадёт ни к одному народу, ни к одному человеку. Как мне когда-то Бог сказал, что ты судишь с чужого раба? Падает он или стоит вообще? Сегодня он падает, это я помог ему упасть, чтобы научить определённым вещам, для того, чтобы он стоял тогда, когда нужно будет стоять. Я ему помогал падать. Но праведник семь раз упадёт. И семь раз написано, его поднимет сам Господь. Не ты, не какая-то система Вавилонская, а сам Господь поднимет его. И в этом сам Бог. И сейчас все эти башенки, они, знаете, раскалываются, расходятся, закрываются. Для того, чтобы и зашло благословение. Это будет немножко долгий этап, коренной этап. Но это приготовляет землю. И он, знаете, что делает? Строит свою церковь. Он говорит, я построю мою церковь. То есть сейчас, через этот момент, через определённые границы, он строит свою церковь. Чтобы врата ада её не одолели. И нам не нужно отдаваться этому. Не мы строим его церковь. Не он строит нашу церковь. А он строит свою церковь из народов и племён Скиния Давида. Разных наречий. И Израиля. Поэтому его на всё прерогатива, его суверенитет на всё. Кстати, в Испании, как бы я читала там моменты и другие мировые, что чемпионат футбола перенесли на целый год. То есть даже футбол не будет происходить. Ни одни мероприятия не будут происходить. То есть всё, что маршировало по земле, не происходит. Вы знаете почему? Ангелы маршируют сейчас по земле. Они делают свою работу. Земля должна покоиться, отдыхать, иметь границы между собой. Хотя в Израиле это очень тяжело. Ну, как бы я вам сказала, что нам штрафы дают. И люди, даже больные выходят. И им говорят не делать. А народ жестоковыйный, что поделать. Бог тоже любит эту шейку жестоковыйную. От этого он избрал её. Но он работает с каждым народом. Видите, как бы каждый народ, у него своё послание, предназначение. На арабов он говорит, как и шаг. У всех руки на него. И он против всех. Но у каждого своё предназначение. И он хочет ещё через новый камень дать новое имя для каждого народа. И здесь нельзя Богу мешать. Нам нужно увидеть Бога во всём. Нам нужно почесть Бога, почтить Бога во всём. И в этом откроется он. Даже синагоги закрывают. Вы представляете, как бы, ну, некоторые собираются там на улицах. Разрешили то два метра друг от друга. Ну, сколько соберутся. И многие начали по домам наконец-то молиться. То есть дом начал становиться, быть тем местом, где нарекается имя Бога. То есть благословляется имя Бога. И в этом во всём он. То есть он, это эра изменений. Это эра нового мышления. Просто по-другому мы не выйдем. Когда меняется мышление, меняются реакции. Извилины прибавляются. То есть определённые вещи видоизменяются внутри нас. И это всё он. И это не в руках человека. И мы все выйдем из этого процесса, обновлённые в мировоззрении, в понимании по-новому мироздания. Сначала будем защищать, может, свои жизненные принципы, свои идеологии. Но Бог постепенно работает с нами. Чтобы мы по-новому вошли в единство, в единение. Не на человеческих желаниях, уважая границы другого. Потому что будет сейчас всё рушиться, привычное представление. Некоторые народы осознанно говорят, нам нужно быть, как я недавно слушала. Народ говорил, нам надо быть осознанно, как Израиль, который соблюдает шаббат. И Бог их хранит. Они не ищут какое-то подходящее время. У них каждый раз есть день, который подходящий для этого самим Богом. И как бы я смотрю, что другие начинают переосмысливать те вещи, где был даже антисемитизм. То есть по-другому начинают смотреть. Хотя нам тоже, знаете, как бы Израилю, нам нужно войти в шаббат. Но шаббат Нового Завета. То есть вот тот шаббат, который в Евреям 3-4 главе. От своих дел войти. То есть войти в шаббат, то есть в Эдем. Для того, чтобы пойти в юбилейный год 8 дня. В 7 день, и потом на 8. Как бы нам тоже надо. Но при этом люди увидели, что периодически нужно делать рестарт. Не знаю, как это рестарт. В телефоне мы делаем рестарт. Как евреи, да, все делают шаббат рестарт. Так и делать рестарт в других вещах. Никто никуда не бежит. Все с семьями. Все по домах. И в этом Божьи границы. И заметьте, это не просто сейчас границы остановили. Жизнь остановилась так, как та, которая была у многих. Останавливается все. Нельзя зайти в шоппинг-центры. Знаете, многие как бы пытались отдохнуть. Пойти там в кафешку, посидеть, шоппинг-центр сходить там, проходить. Все закрыто. Ни на море, ни на улицу. Никуда нельзя. Штраф. И это только Бог мог сделать. Я смотрю на это и говорю, Господи, как Ты велик. Вот знаете, на все это, чтобы остановить жизнь, остановить землю. И тут делать нечего. Бежать некуда. Лететь некуда. Люди начинают думать. Наконец-то включается то, что Бог когда-то людям дал, и люди не включали это. И нам хочется, чтобы было, конечно, все без жертв. Конечно. Но нам надо успокоиться от дел своих побыстрее. И молиться, чтобы в нашу жизнь пришли его границы. Чтобы пришло его владычество. Чтобы пришел выход из Вавилона в разум и в сердца, во внутренности, в души. Нам важно в молитве, в духе отпустить всех людей. Потому что есть люди, с которыми у нас уже границ не было. То есть спросить Бога, Господь, а что с этим человеком? Господь, я высвобождаю Божьи узы любви между этим человеком и мной. Приди так, как Ты сейчас хочешь. Если нужно каких-то людей отпустить, дай мне отпустить. Я вижу, как многие люди сегодня не отпускают людей. Говорят, это моя овца, это мой человек. Он мой, она моя. Послушайте, мы принадлежим Богу. И эти люди принадлежат Богу. Нам никто не принадлежит. Понимаете, как в теле он соединяет, так соединяет. Но нам надо убрать это собственничество, которое было тоже из Вавилона, который ухватывает, держит сцепко. Как я решил, так и буду относиться. Все принадлежат Богу. И нам надо отдать людей Богу. И перестать уже контролировать людей своим пониманием, мышлением. Особенно в этот период. Знаете, я всех людей отдала, как Исаак. Абрам отдал Исаака, я все народы отдала. Я это делаю очень много раз. И Бог мне научил это делать. Что все отдавать. И то, что он дает сегодня, жить сегодня. И каждый день позаботиться о себе. Я не держусь. Я не хватаюсь. Я не удерживаю никого. Я всегда, мои руки подняты. Мне как-то Бог научил. Это на одной из сфер, он говорит, протяни ко мне руку. Он положил мне на руку, не буду говорить. Некоторые вещи. И сказал, твоя рука должна быть всегда открыта. То есть то, что я положил, ты будешь иметь, но не будешь пользоваться. И будешь передавать дальше, будешь благословлять. Тоже люди, которые будут приходить в твою руку, ты не имеешь права зажать человека. Поэтому некоторые люди хотят, чтобы они были моей собственностью. Я вижу эту несвободу. Где люди приходят, говорят, ты вот так или вот так, наставник, еще что-то. Это, как ты скажешь, я не могу, я благословляю. Я искренне перед Богом люблю. Но я не могу иметь человека как собственность. И я молюсь, чтобы этого не стало никогда в моей жизни. То есть, чтобы каждый человек, он Божий, он Божье создание, он Божье творение. Я не в праве ломать, не в праве изменять. Моя часть молиться, благословлять сам делает Бог. Вы знаете, как бы, мне Бог говорил всегда, люби, это будет как шатер над человеком. И под этим шатром я могу делать человеком то, что я желаю и хочу делать. И чтобы твоя рука не касалась. Потому что храм мой не рукотворенный. То есть руки человека не должны прикасаться туда. Поэтому я не держу, я не удерживаю. И как бы и моё понимание, я понимаю, что я не могу, чтобы я была удержана. Потому что я Божья. И знаете, я этим благословляю, потому что сейчас Бог границы вырисовывает каждой личности. То есть от этого мы не поймём, как работает город, страна или нация. Я понимаю, что Иерусалим небесный свободен, он мать всем нам. То есть каждая страна, она должна принадлежать Богу, иметь границы Бога, чтобы сам Бог менял вот эти территории. Иногда, знаете, мы можем читать исторические факты. Была часть земли вот такая, теперь эта часть уже не принадлежит на дело территории. Не буду называть земли, чтобы не сделать кому-то препятствие какое-то. Но многие земли, они назывались одним именем, были одной страной нации. Но потом они становились и принадлежали другой части страны, там нации. То есть видоизменялись. И нам нельзя быть здесь препятствием для Бога. Нам нужно дать Богу именно совершать тот план, который Он хочет. И мы не вправе эти вещи делать. Нам какой-то Бог даст, сейчас сделаем всё. Руки убрать от этого. Потому что часто мы пытаемся лезть туда, куда нас Бог не просит. К невесте жениха, и это нельзя делать. Поэтому наша задача делать, совершать. А дальше, Господь, какая сейчас твоя часть? Поэтому для этого Он и даёт границы. Особенно сейчас, да, вот в Европе. Для меня это касается, потому что там я не видела границ вообще. А сейчас уже есть границы, вырисовываются границы. То есть Бог сейчас всему вырисовывает границы, которых не было. И я верю, будет многое, которое названо одним словом, будет переназвано. Потому что была изменена, извращена парадигма мышления. И многие вещи, они будут переназываться и будут иметь другие границы для этого. Совершенно названный Богом по-другому. Сегодня радостью называется определённый смех. Но радость в понимании Бога совершенно другое. Бог радости и веселья. То есть есть разные грани. То есть у нас настолько понимание уже сформировано нашим пониманием, Вавилонским, путанным этого мира, спутанным, с двумя семенами. Что Бог приходит и выводит нас оттуда из определённого мышления, которое не принадлежало Господу. Поэтому молимся, чтобы эти границы приходили. Отдаём всех на алтарь, отдаём всё на алтарь, как Исаака. И смотрим, что будет совершать сам Господь. То, что нужно, оно умрёт. То, что нужно, оно воскреснет. И здесь наше доверие в этом юбилейном году. Потому что в этом сам Господь. Чтобы мы могли дальше пойти в Его глубину. И дальше пришла Его свобода. Поэтому пусть, да, Господь сейчас простирается. Даже не буду высвобождать что-то, потому что, знаете, иногда мы пытаемся на высвобождении кого-то проехать. А сейчас это молитва каждого сердца. Я верю, что сейчас это молитва, чтобы каждый молился. Молился за себя, молился за свой дом Молился за свою семью, молился за свой город Молился за свою нацию Молился за свою страну Сейчас это послание каждого Я верю, что Бог хочет услышать сердце каждого И это как новая песня Исходит из каждого дома Это как новая мелодия Которая исходит из внутренности И несет определенную частоту Которая формирует и совершает что-то То есть выход из Вавилона Это для каждого Это не промолился один А другие сказали, аминь, вышли Нет, это сейчас уже твоя часть И Бог нам дал это время Для этой части И мы видим через эту эпоху Через это время, что Он совершает на земле Как Он совершает на небе Потому что там многие вещи будут поколеблены И то, что мы сейчас связываем на земле Происходит на небе То, что мы развязываем сейчас на земле Будет развязано на небе Кто-то может придет сегодня С определенной цепью И свяжет все-таки дракона Змея, древнего сатану В своем сердце В своем городе В своей нации Понимаете, это все сейчас происходит Кто-то выйдет из Вавилона И через твой выход Выйдет и семья твоя И мышление твое И придет некая свобода От духа этого мира Который и есть Вавилон Это великая блудница Мать всем блудницам То есть это системы этого мира И Бог сейчас очищает И делает определенные суды Поэтому нам не надо бояться Нам надо отдаться дальше Этой работе Господа Который он совершает И мы увидели сегодня Вот этот пазлик небольшой Опять как бы Есть еще какие-то вещи сказать Но я думаю этого будет достаточно Чтобы прорабатывать Теперь лично с Богом В личном комнатке молитвенной В сердце нашего Чтобы это было проработано Между ним и нами И увидим Как дальше проживем Следующий пазл Потому что есть пазл Да и ангелов трубящих Которые выливают Чаши на землю На солнце Это тоже часть юбилейного года Но будем смотреть Когда какую часть Высвобождать А какую не высвобождать Мы движемся от Господа И пусть он сам это совершает Шалом